Товарищ МТА, всем привет. Во-первых, наконец-то появился знаменательный отдельный танковый премиум аккаунт. Но мне, кстати, сказали неправильно. То есть он не настолько плох, как я думал. Не то чтобы меня это как-то утешает, но просто как модель, да, он не так плох. В том плане, что он не складывается с обычным премиум аккаунтом, просто они теперь сделали его немножко иначе. То есть он будет основным, именно танковый, как бы это странно не звучало. Привет, Ситар. Ой, Ситар, у меня к тебе сегодня будет аж три темы. Вот прям конкретно к тебе. Ну ладно, одна общая, но две конкретно к тебе. Ну в общем, ничего интересного они не бахнули в этой штуке. Ну да ладно. Но у меня вроде работает как танковый аккаунт, так что нормально. Предлагаю по одной. Ну давай начнем, пока никого нету. Посмотрел твой последний матч на рубле. Ну, честно говоря... А, ну ладно, я жду тогда. Давай, давай. Иди за кофе. Иди за кофе. Меня просто сегодня... Меня больше всего смущает тема, которая меня сильно испугала. Ну не испугала, но... Напрягла, скажем так. Я сегодня, как это любят говорить в интернетах, видел некоторое дерьмо. И оно меня сильно смутило. Точнее, у меня нету на него какого-то хорошего ответа, лучше так сказать. Ой, кстати. Надо же открыть заранее виджет на тему... Музыки. А вот, если вдруг кто-то будет заказывать. Окей, готово. У меня, знаете, я вот вообще сам по себе параноик. Не знаю, мне кажется, не в критичной степени, но сегодня, сегодня моя параноидальная натура взбунтовалась. И мне кажется, что по вполне нормальному поводу, как это ни странно. Наверное, все параноики так думают. Но я сегодня действительно видел кое-что. Ну, не видел, не знаю. Почти попал в странную ситуацию. Мне трудно это объяснить. Но вот Ситар вернется, я конкретно объясню один крайне странный момент, который произошел со мной буквально пару часов назад. Ну, несколько часов назад. Привет, Метанол. Здравствуй. Метанол, ты тоже... Когда Ситар вернется, я оттолкну одну речь, мне будет интересно послушать все теории. Поэтому будь готов к очень прохладной истории в ближайшее время. Прям к ультра-прохладной истории. Привет, Алоизыч. В общем, мне сегодня, короче, нужна будет помощь знатоков. Я бы так это описал. Ладно. короче ребятки мне меня сейчас вопрос к вам будет дождусь только так честь побед танкуешь или что более серьезное да я уже несколько дней я с прошлой неделе теперь описание под стримом так так будет проще всего объяснить расписание под стримом даст ответы на все вопросы ночью это не не первая и не вторая и по моему даже уже не третья сессия так что можно сказать что более-менее серьезно да и день победы до дня победы еще довольно далеко и долго я бы так это выразил мать блин ладно короче ситар там еще не появился вот чтобы я начал толкать ладно ситарта с твоих личных тем я чуть позже начну давайте самый странный рассказываю историю а вот я сегодня возвращался домой после прогулки своей типичный я каждый день вот прохожу свои 17 шагов все дела так вот я выхожу из магазина магнита он у меня очень близко к дому и я вижу что мне не хватает где-то 150 шагов я понимаю что если я пойду сейчас домой то может быть может быть мне придется походить по квартире и я подумал не буду лениться сделаю круг вокруг двора у меня там внутри двора есть такое колечко я прошел мимо дома сделал этот кружок вернулся зашел домой закрыл дверь вхожу в комнату кидаю сумку снимаю куртку и вдруг я слышу звонок в домофон теперь внимание то что я здесь живу конкретно в этом месте знает сахиб федя мика рейки мои родители и тетя все больше никто не знает что я здесь живу но давайте далее я не я никогда не реагирует домофон я просто я никого в гости не жду я не реагирую у меня он постоянно выключен но я тихо подхожу смотрю в глазок и там какой-то человек ну такой знаете восточной национальности по узбек или татаре не знает что такое придом одет он там в шапку а сейчас уже весна в какой-то такой полу спортивный костюм вот то есть а он еще постучал ко мне в дверь пока я типа подходил к двери а вот я посмотрел в глазок никого нету потом типа с междуэтажного места между этажами спускается как раз этот товарищ а вот то есть он видимо проверял не пошел ли я вверх посмотреть почту то есть он как бы предупредить понимаете было спустя минуту после того как я вошел домой то есть он пошел проверил не поднялся ли я наверх потому что я не подходил после стука и после домофона а вот но его видимо кто-то впустил я посмотрел в глазок и он типа так ну видимо меня не нашел или может не меня я не знаю а вот и кому-то в телефон позвонил и ушел вопрос что это могло быть то есть он не тянет на какого-нибудь прости господи участков или работника жкх у меня ассоциация скорее была в том что был какой-то ну гопарь что ли а вот что-то типа того то есть обычно какой-то ну такой полугопник меня просто это удивило то что как бы вот я минуту как вернулся домой а вот вот просто минуту как я вернулся домой и типа с точностью до квартиры мне курьер нет потому что я все свои посылки заказываю на адрес родителей и потом когда хожу в гости к родителям по пути захожу на почту я ничего не заказываю на дом а вот но с курьером неплохая версия может быть может быть где-то на прогулке при приглянулся ты ну я не знаю просто в честь чего согласитесь что это немножко странно даже я бы сказал не немножко новый уровень доставки картошки по квартирам не знаю но я теперь буду оглядываться когда буду ходить по улицам то есть как то это вот мне было немножко непонятно а вот да как он узнал квартиру вот это меня удивило а вот да у меня мобилы это вонючий сяоми я не думаю что на ради вонючего сяоми я удивила что мне сразу звякнули в мою квартиру а вот и что ко мне потом постучали еще сразу вот это меня удивило то есть понимать то есть минут прошла с тех пор как я прости господи вот зашел в квартиру свою и как бы не ну шутки шутками может быть это какое-то совпадение может быть может быть действительно был курьер который например посылку тащил не мне а например не знаю там может ник что-то забыл надо будет у нее спросить а вот но согласитесь что как бы ну я и не видел чтобы у человека было что-то в руках а вот то есть как то вот это ну это странно привет лосанкиллос ну сахип сейчас в москве и он низкорослый блондин а европейской внешности а здесь ну так скажем так повыше ростом какой то вот эээээ ази ну не и то что прямо азиат ну короче вы поняли из-из из ближней Азии вот что-то типа того вот это вот это было непонятно да не знаю флакс вот но просто это было странно. Меня вот, говорю, меня больше всего смутило, что... Ладно, позвонили. Мне часто раньше, по крайней мере, звонили в мою первую квартиру, потому что потому что, типа, кто-то забывает ключи и хотят, чтобы я им дверь открыл. Типа, мне делать больше нечего. Вот. А тут как-то вот то есть стук сразу еще после звонка в первую квартиру, мне стал непонятен. Ну, то есть я по виду... То есть, понимаете, он посмотрел, что меня нету на площадке, что я не подхожу, типа, к двери, и он направился обратно к выходу. Как бы what the fuck is this? Вот это мне непонятно. Я, при том, я как бы ни с кем не общаюсь, никому ничем не мешаю. Я абсолютно нелюдимый человек. Да ну, метанул. Это, мне кажется, какой-то уж очень... еще более безумной версии, чем, наверное, любая другая из чата. Не, ну у меня желания насчет присоединиться к девственницам не было. Если смотреть с точки зрения такой мотивации, то оно, конечно, имеет смысл. А вот. Но че-то как-то... Да не, вряд ли лос-н-киллос. Хотя я спрошу. Вот. Сейчас я поинтересуюсь. А почему это точно не участковое? По замашкам как раз мент. Ну... Понимаешь, у него вид был, ну, такой, типа... Как это выразиться-то правильнее? Ну... Не милицейский. Тем более, я думаю, что если это был... Милиционер, он был бы более настойчивый. Мне так кажется. Я так думаю. Это не точно понятное дело, но... Чисто по моим... Это мои субъективные ощущения. Вот. Просто это было как-то, ну, очень-очень странно. Очень странно. Да, шахиды стопудов тебя вербовать пошли. Ну... Не знаю. Откуда они знают, где я живу, метанол? Давай-давай-давай-то такой вопрос неожиданный. Ну, я смотрю, безумные теории пошли. Вот, Ситар, у тебя есть какая-то теория небезумная? Вот. Вот. Ты свою... Тра-та-та-та-та-та. Ну, допустим. Но, как бы... Во-первых... Я не часто это делаю. Честно говоря, крайне редко. Во-вторых... Ну, я говорю, опять же, я живу не на своем жилье. Вот. 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 Но записи же есть. Не, ну а почему именно я тогда? Почему они решили обратиться именно ко мне? Ну, в смысле... Как внезапно это всплыло? Или меня уже давно... Да? Не, вряд ли. У меня есть, как минимум, менее безумная теория. У меня есть, как минимум, одна менее безумная теория. Но я тоже не могу за нее стопроцентно ручаться. Вот. Есть одна теория, но она тоже не объясняет, как прям про мою квартиру узнали. Но, может, только если следили. Но есть одна теория. Вот. Но она, мне кажется, более вероятной, но тоже невероятной. Ну, Ситар, как это вы знаете-то... Понимаешь, меня смутило то, что у меня создалось впечатление по таймингу. Впечатление по таймингу. Что человек вот прямо ждал меня у подъезда. Ну, типа, не у подъезда, а где-то вдалеке. И как только увидел, что я иду, он как бы пришел и вот решил как бы тра-та-та-та-та. Вот. Я бы так это объяснил. У меня есть одна теория, которая объясняет то, как меня смогли подловить именно в этот момент. Есть одна, но она, мне кажется, ну уж больно... Больно странной. Давайте я объясню, как я это вижу. Суть в том, меня воспитывали родители. И я постоянно, когда прихожу в магазин, я всегда говорю, добрый день, спасибо, всего вам доброго. Ну и поддерживают светские разговоры. Вот. Это совершенно нормально. И как бы меня практически все продавщицы в магазине уже знают, и даже не просто знают, они даже заметили, что я, типа, накачался, похудел, и одна из них даже интересовалась, как я все это сделал. А вот. Так вот. И что дальше? Как бы... Во всей этой ситуации. Притом, как бы, как минимум одна из продавщиц еще и заметила, что я постоянно прихожу в одно и то же время. Я говорю, ну, это вот у меня вот прогулка, тра-та-та-та-та-та. А вот. И есть там одна молодая, более-менее симпатичная девушка, которая, по моему скромному мнению, заигрывает со мной, когда я прихожу и так далее. А вот. У меня есть уж больно маловероятная теория, что это может быть связано с этим. Но я сомневаюсь. Черт его знает. Я-то просто вежливый и добрый человек, ни больше, ни меньше. Я для себя понял, что мне с женщинами не хочется связываться. Па-па! Вот. И это как-то вот... Просто немножко странно. Вот этот тайминг... То есть, может быть, это просто совпадение. Может быть. Вот вполне вероятно, что вариант с Ситаром... Но, кстати, вариант с военкоматом точно не катит, потому что... Военкомату я точно не нужен. Вот. А насчет соцработников, ну, не знаю, каких. Да не, парень, кстати, довольно молодой. Ну, в смысле, более-менее такой, типа... Ну, по ощущениям, может, моего возраста, может, чуть моложе. Не знаю. В общем, это как-то... Это все вызывает у меня множество вопросов и непонятностей. Потому что, как бы... Ну, хрен его знает, что это могло быть. Не, на самом деле, может быть, еще вероятность... Может быть, еще вероятность... Что это как-то связано с тем, что я недавно звонил в техподдержку своего провайдера. Помните, когда я сказал, что они мне нихрена не отвечают? А потом они мне через два дня перезвонили и сказали, знаете, мы начнем служебную проверку. Так же, типа, как у вас с интернетом? Я говорил, вот с того момента ничего не было. То есть, как-то... Может быть, это приходил кто-то из интернет-провайдера. Просто с суперудачным таймингом. И, типа, ему нужно было что-нибудь там узнать. Вот этот вариант вполне может быть. Это, кстати, кажется довольно разумным, к слову говоря. Ну, по-любому от провайдера. Ну, прошу просто уже полторы недели с того момента, по-моему. Это довольно много. А вот. Коллектор? А какой коллектор? Я никогда не брал кредитов. Никогда не брал займов. У меня жесткое правило. Я за всю свою жизнь два раза брал в долг. Один раз у отца и один раз у товарища. Но так получилось, что я по некоторым причинам товарища очень долго возвращал деньги. На месяц дольше, чем планировал. И с тех пор я никогда ни у кого, нигде, никак, ничем не беру в долг. Вот. Это для меня некое такое, ну, полужелезное правило. Вот. Как это коллектор останавливает? Ну, в смысле, мы явно никак не можем быть связанными с коллекторскими услугами и так далее. Но, понимаете, вот у меня две версии, что либо это из-за того, что меня неправильно поняли при общении с женщинами, что крайне маловероятно, что это связано как-либо с... Так, сейчас, кстати, получу ответ тут. Вот. Либо, что это связано с интернет-провайдером. Ну, версию с исламскими, прости господи, как это называется-то, вербовщиками, я, конечно, не рассматривал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эта версия, конечно, особенно интересная. Моя версия... Ну, твоя версия такая для фантастического романа, я бы сказал. Так, моя версия про девушку значительно менее фантастическая, чем мне казалось... прости господи раньше ну вот я по я почти не рофлю забавно-забавно да я-то никому и не пристаю флакс я на это они рассчитывают синг ну я на такое точно бы не согласился да не слушай муадиб как раз таки твои рофлы очень далеки от рофлов от от рофлов метанола метанол конечно зажег просто неистовым напалмом я я даже не знаю как мне отреагировать на его версию она настолько неожиданно хороша что я прям привет как тунки да нормальная нил нормально ника сказала что она никую доставку на дом не заказывала так что это вряд ли но кстати можно можно проверить другую вероятность лол я могу сейчас накинуть быстренько ботинки после боя и сходить посмотреть почтовый ящик и что-то в подъем почтовом ящике то может реально это какой-нибудь был этот типа метанол слушай у меня вопрос а у тебя-то откуда в голове эта версия извини уж меня пожалуйста как ты так этому пришел я я просто реально в шоке я я немного прифигел а вдруг вас ждет у тебя прошло уже алоизы часа два мне кажется два часа никто бы не стал бы ждать меня вот вы как повезло что чел тупнул он не успел суждайте ка на секунду поднимусь посмотрю я щас он 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пусто, ладно Ну просто согласитесь, что история странная Вот что-то в ней есть такое Непонятное, вот Я просто как-то вот не уловил К чему все это было Четик, привет, я что-то не понял Я теперь уже как бы все Вне жизни нашего Санька А то я что-то не понял Да уж давно Харидан Уже и Ну скажем так, почти месяц Вот Ну ладно, ну скажем так Что около Двух-трех недель Трех скорее Ну это еще, может быть, парень для контрольной закупки Не очень понял, о чем ты метанол Ну я просто не понял, к чему это было Может я иностранцев хозяин прописал? Да? Не, моя тетя Такой бы хурмой бы явно не занималась бы Не, ну может это реально был какой-нибудь там Не знаю Старший Может это реально просто совпадение по времени И может это был какой-нибудь там Старший по подъезду Или еще что-нибудь такое Вот, не знаю Ничего себе, ну ладно Да не, можешь позадавать вопросы Я уже Как это выразиться-то? Не настолько критично ко всему этому Отношусь Вот В смысле Некоторое время назад я это воспринимал совсем плохо А тут вот я начал Заниматься медитацией По 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 посылу Ситара Вот И чё-то как-то резко успокоился Ну не то, что успокоился Мироощущение немножко изменилось Но я пока вот Чё-то как-то с новым мироощущением Не могу разобраться Вот Это вторая тема С которой я хотел поговорить с Ситаром Я бы, конечно, всё-таки Бладбоульную тему сначала бы сказал Потому что она полегче и понятнее А вот К слову, рекомендую смотреть стримы Ситара Я, кстати, удивился У Ситара так много подписчиков и просмотров на Ютубе Прям Прям до хрена А что, Ситара просветлённая? Ну не знаю, но борода у него точно как у просветлённого Уехала Она живёт у подруги сейчас, как я понимаю Она либо живёт у подруги Либо катается по Всяким там Европам Нагуливая свою Как это говорится-то Визу Шенгенскую Ну просто я не очень харидан, понимаешь? Вот Жить со мной тяжело Да я сам удивляюсь Мне кажется, пора Ютуб делать основой деятельностью Это не Скажем так, Ситар Поддерживать его точно надо К слову Вот посмотрел я твою последнюю игру, Ситар Ну оппонент, конечно, такой новичок Не знаю Очень тебе повезло с первым оппонентом для сквигов Да вот Матч-то неплохой Хотя и омрачённый Сильно омрачённый, на мой взгляд Но оппонент играл очень слабенько Прям Мэ Ну, флакс Вот я опять же по совету Ситара Опять же по совету Ситара Поинтересовался, типа Одним вопросом, который он мне задал Это был действительно хороший вопрос Я всё больше начинаю уважать мудрость Ситара А вот И Значит Я примерно понял Почему Так получилось Но Правда Стоит сказать, что Те планы, которые женщина задумывала А вот Ну по поводу того Почему весь этот разъезд произошёл Они, конечно, оказались Её расчёты оказались неверны Я бы так это описал Привет, Мэтс Как твои дела? Отлично Добрали Планы по отжитию квартиры провалили Издание Дел не в этом Там всё Понимаешь Жизнь Она в целом намного Прозаичнее Чем вот Всякие там догадки И так далее Я Я не согласен с её Мнением Вот И не согласен с её Скажем так Ну не то, что планами А то, на что она рассчитывала Ну как бы Ну что Что уже поделать Это просто в очередной раз Показало, что Люди в целом плохо Друг друга Понимают А вот Ты не согласен А Ивлеева С её мнением Согласна Окей Окей Да Нехрен Я чё Думаю Что Дело Дело Не в этом Я ничего плохого Опять же Не говорю Абсолютно Как бы так Объяснить То Помягче Сейчас я попробую Подобрать Формулировку Давайте я Объясню так В целом В целом Обычно Ник по дому Ничего особо Не делала Ну то есть Она делала Но как бы По настроению Вот у неё Возникло настроение Что-нибудь сделать Она пойдёт И сделает Вот Но это было Всегда именно Под настроение И вот Суть в том Что Ну как бы Обычно Ну там В 9 случаев Из 10 Я готовил Ну ник там Периодически Убиралась А вот Пока Пылесос не сломала А вот И так далее И тому подобное Но суть не в этом Сначала у нас Вот конфликты Были из-за этого Потом у нас Конфликты Были по какой-то Другой теме Потом конфликты По какой-то Там Третьей теме Ну то есть Жить друг с другом Это сложное дело А вот И суть в том И суть в том Что Как бы вот У нас там было Наверное Три круга Таких конфликтов Когда мы Довольно Серьёзно Срались Но потом Как-то Подстраивались И Притирались Друг И вот Сейчас Был период Как раз Когда Вроде Никого дерьма Не было И лично У меня Создалось Впечатление Что Вроде Уже Всё Вот Вроде Уже Притёрлись А вот Типа Бытовые конфликты Не должны Возникать Вот как у меня Было мнение А у Ники Наоборот Было предчувствие Что типа Скоро Начнётся Очередной Что типа Всё так хорошо Значит видимо Скоро Начнётся Опять Следующий Круг Какого-то Бытового Несостыкования И плюс Ко всему прочему Я и так Как бы До этой ситуации Был в довольно Угнетённом Настроении А у неё Такое чувство Что типа Она в этом Виновата И она с этим Ничего поделать Не может То есть У неё Предосудительное Мнение Что Скажем так Мы друг другу Примерно Не всегда Можем дать То что нужно В моральном И не только плане Вот Ну и в денежном Скажем так И вот она решила Что если мы Разъедемся То как бы У меня денежек Будет получше Я буду посвободнее Поспокойнее И так далее Она разъедется Там тоже Всякое такое Вот Но Как говорится Человек Предполагает А Бог Располагает И что-то План не сработал Вот Ну Благими намерениями Вымощена дорога в ад Что тут сказать Да просто Что-то во время Пылесосинга Пылесос сгорел И всё Вот так вот Не знаю Как это лучше Объяснить Без конкретных Примеров Что-то Это всё Похоже на Отмазки С её стороны Да нет Там Если с конкретикой Было бы понятно Вот Я могу сказать Что Я её мотивацию Отлично понял Я просто не понял Почему Так долго Всё к этому Шло То есть Скажем так Как я понял Всё это зародилось Давно И когда она Объяснила Когда Я это понял Я типа такой Да Это логично Нелогично Было Почему Надо было Дождаться Когда всё Вроде станет Хорошо А вот Вот это Странно То есть Как бы Всё это Зародилось Когда всё Было действительно Плохо И как бы Часть проблем Сохранялась Каких-то Ну в общем Не Ну я На самом деле Я понимаю Почему так долго Тянулось Меня это конечно Не успокаивает Но я понимаю Просто Скажем так Я не знаю Насколько у неё Стала лучше Жизнь Вот Ну вроде Чутка получше У меня то Ровно наоборот Меня ломает Прямо не по-детски Я просто Удивлён С того Что она думала Что мне это Как-то поможет Но это опять же Говорит о том Что мы плохо Друг друга понимаем Я человек Мягко говоря Сложный Вот Просто понимаете Опять же Во-первых Жить и работать Вдвоём В однокомнатной Квартире Это довольно Напряжно Во-вторых Как-то Интересы У нас У нас Раньше был Единственный Более-менее Общий интерес Это Стриминг Но так как Она потом Сменила Скажем так Профиль работы У нас Интерес В общем Поплыл А так-то У нас В общем И не образовываясь Каких-то новых Интересов Которые Как-либо Связывали По сути По сути У нас осталась Сильная Эмоциональная Связь Но она Не была Подкреплена Какими-то Общими Интересами Вот В этом плане Я всё понимаю Мне от этого Не особо Легче Вот Потому что Лично С моей точки Зрения Я не могу Говорить про других У меня сильная Эмоциональная Связь До сих пор Сохранилась Поэтому мне Херово Но Если Абстрагироваться От всего этого И мыслить Именно как Логически То всё Действительно Логично Ну кроме того Что Она так долго Ждала Вот У меня Яиц нету Поэтому У меня в начале Когда всё было Совсем плохо У меня были мысли О том Что как бы Может мне без Ники Будет лучше А потом Я притёрся И как-то у меня Гибкая психика Оказалась И я Скажем так Смог смириться Со всем тем Что меня не устраивало А вот Не Бригадир Я катаю танки По одной простой причине По причине того Что People Хавает Всё Я Я очень плохо Как стример Никто не смотрит Меня с другими играми Поэтому Я буду заниматься Единственным тупым говном Которым умею Играть в танки Вот Вот всё Это абсолютно Не эмоциональный Логический Мудрый Подход Би-би-би Би-яких глупостей Да вот Ты получил второй шанс? Алоизыч Второй шанс На что? На то Чтобы Сдохнуть Одиноким И несчастным? Так у меня Всегда был Такой шанс Я думаю Что мне как раз Мне-то ничего и делать Не надо было Чтобы Это окно возможностей Сработало Вот Не Ситар по-моему Пока не играл В Император Рим Но наверное Потом будет Стеларис Он стримил Да нехрен Дел Дел То не Не в этом Я никого Не оправдываю И так далее Это Неправильное Восприятие Проблемы Вот В общем На стрим не играл Понятно Вы как-то Ребята Я конечно Понимаю Что вы Хотите Меня Защитить И так далее И тому подобное Я очень Тронут Скажем так Но Как бы так Выразиться Блин Даже не знаю Как объяснить Ну не бывает В разрыве Виноваты Один человек Ну Вообще Не так Блин Я лажанул Ладно Не знаю Успею я Догнать И убить его Да ну Лол Арта Закинула Ну ладно Бывает Привет Плейн Скай Ну Да Я Слышал Такие отзывы Я в целом Я пока не покупал Мне пытались подарить Я отказался Потому что Я знаю Что я сейчас Не буду в это играть Потому что У меня сейчас Опять начался Прилив любви К футбольному менеджеру И поэтому Если у меня появляется Свободное время Я играю в футбольный менеджер Вот Просто Я бы сказал Так Вот если говорить Абсолютно Честно И адекватно Мы оба Виноваты А вот Только По разному Скажем так Мне сделали Очень больно Вот Но в целом Я не виню Мне просто плохо Вот такое бывает Я конечно Где-то в глубине души Считаю Что она виновата В большей степени Чем я Но Это 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 уж Мои заскоки Вот Я сейчас Даже на этом И не замыкаюсь Потому что Плохое настроение Перекрывает Все остальное Вот Наджи 2-3 года И платили еще 5-6 DLC Потому что продали По сути Игру в раннем доступе Но у них такая Монетизация Всю жизнь была Есть и будет А ты успел ей что-то подарить Кроме телефона Господи Флакс Ты такой Веселый парень А что ты сейчас Предлагаешь Поехать в город Пригласить ее Отжать телефон И убежать в закат Но я не думаю Что это разумная Точка зрения Вот Я сейчас Подождите Я сейчас даже скажу Вот Ника Тут Флакс Предлагает Приехать И отжать у тебя Все подарки Которые я тебе давал Что мне лучше всего Ему ответить Как ты думаешь Короче Флакс Как появится ответ Я тебе Я тебе передам Обязательно Вот Сделать из этого Реалстрим Да К слову Слушайте Такая прикольная Тема Аудиосообщения Говорят Говорят Что очень удобно Когда у тебя Apple Watch У Apple Watch Тоже есть функция Записи Аудиосообщения Говорят Она очень удобная Вот Т95 Как последний Из Магикан Ладно Можно пока выйти Не досматривать Вот Как бы Флакс Флакс Очень легко Показывает Свою суть Вот Он такой Прямо Как бы так Выразиться Правильнее Прозрачный В своих Шутках Планах И намерениях Вот Но как ни странно Как ни странно Почему-то Абсолютно Мудацкое Поведение Флакса Не особо Меня бесит Не знаю Почему А вот Не звонками А такими Это удобно Алоизыч Это просто удобно Вот у тебя Созрела какая-то Мысль А тебе Лень Ее Писать И ты такой Бла-бла-бла-бам И выключил Все Это не как-то В звонке Должен обязательно Дышать в трубку И ждать Пока человек Тебе ответят Там или еще Что-то Просто удобно Но у него такое Беззубое Мудацкое поведение Просто Да-да-да Он такой Как бы Как бы Он Не то что Какой-то злобный Мудак Он такой Знаете Какой-то Жалкий Он жалкий Мудак Поэтому Ты смотришь На это Как-то так Типа Я это Рассматриваю Как Желание Флакса Меня приободрить Только очень Специфическим Способом Вот Я бы Конечно Так никогда Не поступал Но Я Я ценю Эту Линию Поведения С его Стран Это Очень Мило Ну вот Да ну Ёп Порный Театр Ах Ты ж Маленькая Дрянь Блин Блин Он еще А нет Это другой Танк Ну ладно Корявый Отыграл Ну будь ты Например Столи Синго У тебя Опытный Златник Замка Просто Да ладно Не Флакс Б Флакс Б Вполне Стал бы Как это Называется О Кстати Круто Вот Флакс Вполне Стал бы Неплохим Шутом Как мне Кажется Вот Милым Веселым Шутом Да не Просто На самом деле Отношения Такая Сложная Непонятная Херня Что Чем Дольше Живешь Не знаю Я все Больше В себе Я каждый Раз По таких Историй Замыкаюсь Надолго Я вот Прям Как Ракушка Которая Закрывается И все Как бы До свидания Вот Я Я все Меньше Понимаю Людей Мне все Меньше Хочется Понимать Людей Я бы Даже Так Сказал Помню Была Забавная Ситуация Когда Я жил У родителей И Подо мной Жила Абсолютно Безумная Поехавшая Бабка Это не фигура Речи Она реально Была Безумной Поехавшей Бабкой Вот Ей Постоянно Казалось Что я По ночам Стучу Потом Она еще И сказала Что она Слышала Под окном Как я Ходил С друзьями И говорил Друзьям Что хочу Жить ее Со свету Ну и так далее И тому подобное Ну вот Короче В итоге Все дошло До того Что эта Безумная Бабка Это безумная Бабка Написала Заяву Участковому А мне Там было Лет наверное 15 или 16 И мы Реально С батей Ходили К участковому Там был Такой Десятилистовый С двух сторон На А4 Доклад От нее Вот Я Я немножко Прифигел Конечно Знающие люди Могли бы сказать Синька Может ты реально Первого сне Так сильно Крутился Что Не давал Спать Бедной Бабушке Самый прикол Был в тот момент Когда Мой батя Уехал В командировку Мама Лежала В неврологии В больнице А я Чтобы недалеко К ней ходить И проведывать Жил в это время Уже на этой квартире Там был короткий Период И вот Прошел месяц Я впервые Прохожу на квартиру Родителей Но возвращаюсь И эта бабушка Меня встречает Прямо Ну снизу подъезда И говорит Как ты меня За всю эту За последнее время Выводишь Господи Ты не дождешься Того что я помру Месяц Никого в квартире не было Просто никого Я с тех пор Как бы понял Что Ну да В общем Старическая деменция Там Все дела Вот Ничего там сложного Я 6 лет в браке Но На эту тему Есть же старая Фразочка Хридан По-моему Льва Толстого Если мне не изменяет Память Где Лев Толстой Говорил Что Или это был Чехов По-моему Толстой Все семьи Счастливы Одинаковы И каждая Несчастна По-своему Вот Так что Как бы Ну не волнуйся Ты вот Культурно Выражаешь Свои мысли Не то что Какой-нибудь Спиритолог Например Вот Спиритолог Умудряется Говорить Похожие На твои мысли Только В настолько Ублюдочной Форме Что мне Каждый раз Хочется Пройтись Кулаком Ему По лицу Вот А ты Нет Ты вполне Нормально Выражаешь Мысли Можно Можно Подискутировать По крайней мере Так понимаешь Эта бабушка До сих пор Типа Криво Смотрит На моих Родителей Вот И так далее И тому подобное То есть Она как бы Вот Ну Ну бывают Такие люди Че поделать Хорошее попадание Еще Ассистик Я Я Как-то Спокойно К этому Отношусь С пониманием Отлично Попал Прямо Ну не забрал Конечно Надо понимать Что арты Уже порезали Фугасы Поэтому Фугасы Бьют Слабо И то Что я При Такой Отстойной Эффективности Фугасов Даже Наношу Какой-то Дэмэдж Это в общем Вполне Неплохо Как тебе сказать Я как-то Со временем Тоже смог Свыкнуться Со всем Тем Что меня Раздражает И даже Смог Изменить Некоторые Вещи Хоть и не До конца Вот У Ники Там были Моменты Когда она Там Забывала Сыру Брать В холодильник Или Забывала Завернуть Пакет С хлебом Но вроде Потом Это как-то Прекратилось Вот Хотя Сначала Бесила Просто Нещадно Да не Бытовые Вопросы Как раз Не очень Сложные Мне так Кажется Отличное Попадание Слушайте Да я Прямо Лепро Артовод Если Надо Отдам Что Что Отдашь Ника А Про это Ну это Флакс Надо Говорить Мне Это Не Надо Я Человек Не Это Не Не Настолько Бедный Я Очень Бедный Наверное Не Настолько Эх Да Шутканул Я считаю Это Более Даст Че Ты Тангарил Про Кукол Да Флакс У У Мне С Ник Сегодня Был Странный Момент В Жизни Я Короче Я Я Тебе Обещал Рассказать Рассказываю Я Когда Возвращался Домой А Вот Я Только За По Своей Типичной Прогулки Там Тра Та Я Только Зашел Домой Скинул Куртку И тут Типа Звонок В домофон Я Я Такой Взял Ну У меня Выключен Домофон Поэтому Я слышал Его Но Я Не Торопился Потом Проходит Время Там Как Не знаю Секунд Двадцать Я уже Слышал Стук В дверь Меня Это Напрягает Потому Что Ну Хрен Его Знает Кто Это Может Быть Притом Это Было Как Сразу После того Я Пришел Домой В супер Короткий Период Я Подхожу К двери Смотрю В глазок И Вижу Как Какой-то Парень Такой Ну Короче Азиатской Внешности Вот Средне Азиатской Внешности Типа Спускается Он Видимо Смотрел Был я На этаже Или На Между Этажами Или Нет Здравствуй Калдерон Спасибо тебе За очередной Переподписан Вот Так Вот И Как бы Потом Я вижу Как человек Звонит По телефону Куда-то Ну После того Как он Меня Типа Не Застал И Уходит И Меня Это Как-то Вот Удивило Это Как-то То есть Как будто Меня реально Караулили Под дверь Целенаправленно А вот И Потом По какой-то Неясной Причине Человек Арту Понерфили Ребята Как Артута Занерфили Да Я Мановар К нему Хорошо Отношусь Довольно Давно Вот В общем Это было Странно Привет Крис Как Оно Ну Я Проснулся Я Жив Можно Сказать Что День Не Задался Сразу Нормально Как Обычно Короче Ничего Не Меняется Да 47 Месяцев Офигеть Мы С Никто Столько Не Встречались Извините Просто Не Удержался Мне Показалось Что Это Довольно Смешно Должно Было Прозвучать Не Он Низковат Конечно Ротовод Мне Вкатал Какие-то Космические Цифры Вот Опять Начал Стримить Танки И Люди Подписываются Так Не Приходится Делить Пространство Может Быть И так Ситар Может Быть И так Ну Понимаешь Я Не Уверен Что Я Б С Мужчиной Б Смог Жить Потому Что Ну Я Я Токсичный И И Вообще Плохой Сосед Что Поделать Надо Как-то Работать Над Улучшением Своего Поведения Пока Как-то Не Особо Получается Да Не Не Нормально Прозвучало Ситар Надо Просто Всегда Добавлять К таким Предложениям В конце Но Гома Вот Чтобы Ни У кого Не Могло Появиться Каких-то Других Предусудительных Мыслей Вот Дурной Выстрел От арты На Почти Фулл ХП И Весь Бой Пришлось Шкериться Не Люблю Такие Бои Плохо Рассчитал Неправильно Уловил Куда Он Едет Одна Стример Из Музыкова Движения Сказала Что Все Что Случается Оно Свыше Прописано Справедливо Я Думаю Флакс Что Жизнь И Справедливость Они В принципе Друг с другом Не связаны От слова Вообще Жизнь К справедливости Не имеет Ничего Общего Жизнь Это просто Ну Какие-то Случайные События Которые Случаются А ты Пытаешься Просто Человеческий Мозг Так Устроен Что Мы Ищем Всякие Совпадения И закономерности Даже там Где их Быть Не Может Просто Мозг Так Устроен Так Что Нет Понимаешь Флакс Разве Бог Мог Сделать Так Чтобы Твой Любимый Криштиан Роналду Не Прошел В Полуфинал Ну Господи Ника Лучше Б ты Эти Деньги Спасибо Тебя Конечно За Поддержку Лучше Б ты Эти Деньги Потратила Бы Ну Не знаю Там На что Ты можешь Потратить На Три Пицца В Додо Пицца От этого Было бы Толку Больше Я На Квартиру Никогда Не Накоплю Я Я Недостаточно Дисциплинирован И Умен Для Этого Возможно Роналд Не прошел В полуфинал Чтобы В своем Возродиться Как Феникс Что-то Я сомневаюсь Конечно Приджуэл Диапонтия Справедливости Ну Да Справедливости Действительно Не имеет Особого Смысла Такая Мере На мой Взгляд Не Я Рассматриваю Жизнь Чисто Как Поток Случайностей Они Конечно Иногда Изредка Действительно Бывают Не случайно Но В целом Это Случайность Я Аж Тут Зашел В Тренды Ютуба Есть Такой Товарищ Мамикс Который Делает Бессмысленные Эксперименты Но тут Он переплюнул Самого Себя Если мне Не изменяет Память Он Купил По-моему 10 тысяч Лотерейных Билетов Вот Вот смотрите Помните Что я говорил Про спиритолога Ребята Здравствуй Спиритолог Не Спиритолог Конечно Мы не остались Друзьями На самом деле Мы с Никой Встречаемся Каждые выходные И Жестко Друг друга Избиваем Прямо Как в фильме Мистер И миссис Смит Вот Выбиваем Друг из друга Дерьмище Потому что Глубоко Ненавидим Вот Очевидно Что так Привет Платонус Давненько Тебя не видел К слову говоря Спасибо За поддержку Это довольно Неожиданно Но очень приятно Глупый Першинг Уезжал Понятно А куда Уезжал Т Так Что-то парень Не появляется Но ничего страшного Ты неправильно Себя ведешь Посмотри Как тянки Вижат При донатах Надо так же А как Надо В места Не столь Отдаленные Платонус А А Ну это Шутка Конечно Тьфу 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 По дереву У меня Просто такие Ассоциации Вот Но я не умею Визжать Флакс Я могу Быть Рад и Признателен Но я Не знаю Может быть Мне Понимаешь Наступит Лето И я смогу Начать С чистой Совестью Стримить В майке И тогда Когда мне Будут Донатить Я буду Такой Типа Муа Я люблю Тебя Так же Как Свои Мышцы Или что Нибудь Подобное Ну вот Но пока Я не могу Ходить в майке Это будет Выглядеть Как-то Излишне Неловко Понимаешь Ну вот Так что Извините Ну вот Когда Марафон По танкам Да я Стар Для этого Дерьма Я конечно Не первый Кто приходит А предлагает Помарафонить По танкам Но я Думаю Что Я лучше Каждый день Буду Стремить Ну не каждый День Типа Пять дней В неделю Стремить Там Часов По 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 шесть По восемь Чем я буду Марафонить А потом Отходить От этого Два Три дня Я Я стар Для этого Дерьма Просто понимаешь Калдерон Какой у меня Распорядок Дня Вот я как бы В восемь утра Делаю зарядку Делаю себе Покушать Завтракаю Потом два с половиной Часа гуляю Потом прихожу Делаю какие-то Свои дела Готовлюсь к стриму Потом стримлю Ложусь спать И повторяю Примерно Вот Подобный Подобный путь Ну иногда там Еще какие-то вещи есть Короче говоря У меня свободное Реально свободное время Ника Что на тебя нашло Тебе получку Что ли Выдали Вот Господи Ника Я тебя конечно Недавно водил В кино Но это явно Не обошлось мне В ту сумму Которую Ты уже Задонатила Поэтому Я признателен Но тебе-то Деньги Явно Нужнее Чем Мне А вот Смешная шутка Флакс А вот То есть По сути своей Как бы мне Немножко Не 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 до марафонов А выходные Я Скажем так Ну я в субботу Еще тренируюсь Но в субботу И воскресенье У меня больше Свободного времени Я могу Поотдыхать Немного От того графика Который я себе Устроил Просто Ежедневные Прогулки И тренировки Шесть дней В неделю Они как бы Немножко Не для марафонов Как мне кажется Не в теории В теории Я думаю Что я мог бы Проводить марафоны По Воскресеньям Например Но Если говорить честно Я действительно Чувствую Что Во-первых Формат себя изжил Во-вторых Я стар Для такого Ну Калдерон Знаешь Как можно Убиваться Об такие Марафоны Когда у тебя За три месяца Падает 180 тысяч Рублей Ты Ну как бы Я просто потом Сломался Чисто И психологически И физически На эти три месяца Я действительно Работал на износ Потому что Ну блин За три месяца Схватить 180 тысяч Рублей На стриминг Для меня В то время Это были Ну какие-то Невероятные Бабки И Как бы Мне было Тяжело От этого Отказаться Вот Просто Я Через три месяца Настолько Высох Эмоционально Интеллектуально И физически Что Если бы Еще были бы Во мне Какие-то Соки Я бы Наверное Еще Марафонил Вот Марафон Должна быть Цель благотворительности Например Ну что-то Около Того Например Ну Спиритолог А В такой Ситуации Обязательно Все должно Быть плохо Я просто Не понял You Spin Me Round Baby Right Now Можно Провать Поехать И сушку Забрать Я Вроде Не говорил Что Я Недавно Рассказывал Что мы С Никой Ходили На войну Бесконечности Вот Так что Я не очень Понимаю С чего Там Спиритолог Сделал Такие Выводы Блин Там ЮДес Конечно Стоит Блин Он Потушился Я Не стал Его Допины Потому Что Он Я Думал Ну Ладно Его Убили Тьфу Ты Блин Я Думал Он Не Успеет Потушиться Я Его Убью И Я Молодец Черт Такой Был Продуманский Ход Ну Арта Подстраховала Будем Считать Так А что Погибли Танки Танки Погибли От того Что Геймплей Застопорился Син Горят Весь Так На комик Закончился В целом Что ты скажешь За всю Эту серию Фильмов Про мужчин В трикое Капитана Фемку Давайте я Проспойлерю Один момент Ой Я У меня Есть топовая Теория Про игру Престолов Я забыл Ее рассказать Я сейчас Расскажу Ее Короче Самый В последних Псетерях Есть момент Я с него Катался Просто Безумно На мой взгляд Это самый Смешной Момент Во время Финальной Битвы Как бы Случайно Как бы Случайно В одной Люблю я ее Что поделать Понимаешь Мне С колы Без калорий Слезть проще Чем вот это Вот все А колу Без калорий Я очень люблю Ничего Ничего не сказать Что-то была Какая-то Мысль А вот Да не в целом Киновселенная Марвел Ничего Но на мой Взгляд Ходить на Сольники Последние Пару лет Было Бессмыслно Потому что Все сольники Были Абсолютно Под копирку И мне было Неинтересно А вот Всякие Фильмы События Как вот Война Бесконечности Вполне Ничего Я бы честно говоря Не оценил бы Как невероятно Что-то Вау То есть На мой взгляд Война Бесконечности Ну пусть будет Семь с половиной Из десяти А Энж Этот Конец Ну там Ну пусть будет Восемь из десяти Хороший способ Поубивать время Короче Ребята В последней серии Игры престолов Которая вышла Сегодня утром Я понял Главное Вот Никто Не подозревал А я понял Игра престолов Снята сексистами И мужланами В смысле Я вам серьезно Я наконец Понял На самом деле Игра престолов Это тонкая Тонкая Такая вещь Которая Рассчитана На то Чтобы Дискредитировать Женщин И Подать Мужчин С хорошей стороны Могу Это Аргументировать Ребята Прямо Очень Легко Смотрите Во первых Стоит понять Что все Центральные Женщины Персонажи Шизоидные Безумные Тетки Все Так называемые Женщины Которые Пропагандируются Как сильные Женщины Совершенно Безумные И шизоидные Я имею ввиду Дейенерис Таргариен Я имею ввиду Сансу Старк Я имею ввиду Короче Любой Сильный Женский Персонаж Реально Шизоидная Безумная Баба Вот Это первая Вещь Вторая Вещь Два Лучших Женских Персонажа Это Миссандея И Бриенна Тарт Миссандея Полностью Олицетворяет Мужской Идеал Женщины В Консервативном Взгляде Ну типа Тихая Милая Добрая Не претит И так далее Тому подобное Вот такой образ Смирения Вот А второй женский Персонаж Бриенна Тарт Это Как бы Мужеподобный Персонаж Это персонаж Который Хорош Как раз за счет Того Что она придерживаются Мужских Как это Скажется Мужских Взглядов На жизнь Понимаете А Неплохо Так вот И дело Даже не только В этих Двух Моментах Которые Как бы Сами по сей Видны В целом Большинство Мужских Персонажей Лучше Прописаны И В целом Их Скажем так В них есть Какое-то Вот это Благородное Чувство Которое Их Возносит Даже Казалось бы Вот этот Джейми Он даже В последней серии Когда они уже Вроде бы С Бриенной Друг друга Поняли Опять совершает Самопожертвующий Момент А Бриена Как обладатель Мужского Склада Ума Понимает Что Джейми Что Джейми Относится К ней Вот так Самопожертвенно И принимает Это Ценит И так далее И тому подобное Это Это очень хорошая Красивая Любовная История Так вот И плюс Ко всему прочему Опять же Каждый Мужской персонаж Он как-то Осознает Грубо говоря Как Как он Не был Не прав Или что-то подобное В отличие от Таких персонажей Посмотрите Например На то Как ведет себя Дейенерис Которая Вот в последней серии Например Ну вообще В целом Ситуация с Джоном Показывает ее С наихудшей стороны Ее ситуация Когда она Сожгла В прошлом сезоне Двух Родственников Тарли Тоже показывает Ее Вообще Как бы Видно что Вот эти сильные Женщины Они не идут На компромиссы Они все Ведут себя Абсолютно По Сволочному Вот И даже А Еще одна Женщина Которая Хорошо себя Показала Которая Лиана Маленькая Которая В прошлой серии Отожгла Даже она Все таки Проповедует Именно вот эти Мужские Идеалы И умирает Торжественно Классно И так далее И тому подобное Вот И кстати Тормунд Который Великанье Смерть Даже он Показывает Себя С лучшей точки Зрения Когда Ситуация С Бриеной Разрешается Понимаете Он показывает Свою Душевность Как это Можно выразить Он вообще Всю серию Показывает Будучи Казалось бы Типичным Неотесанным Мужлоном Да Вот таким Вот таким Казалось бы Сельским Быдлом Даже он Показывает Всю Глубину Человеческих Эмоций Начиная От Уважения К Джону Сноу Хорошего К нему Отношения Вообще То что он Смог Измениться По отношению К нему Да Его Действительно Ярких Глубоких Чувств К бриене Тарт Вот как бы То есть По сути своей Получается Что все сильные Женские персонажи Мразотные Либо они Высосаны Из пальца И олицетворяют Себя Как Мэри Сью Например Как Как это Называется Кокарья Вот А чем она себя Хорошо показывала Минадо Своими врывами Ты имеешь Что маленькую Девочку Но ты Смотрел Третью серию В целом Она Наиболее Порядочной Из женских Персонажей Вот Я имею ввиду Вот Ляну Мармонт Она Скажем так Принимает Тяжелые Решения В своем Маленьком Возрасте Готовая Жертвовать Свою жизнью И честью И в целом Как бы Ведет себя Максимально Порядочно Вот То есть Ее характер Может быть В какой-то Мере Действительно Слишком Суров Для ее Возраста Как может Показаться Вообще Похож На маску Но в решающий момент Она делом А не словом Показывает Кто она Есть Но Торм Дел Не в этом Там Скорее Когда Все-таки Бриэнна Ну Извините За спойлер Когда Бриэнна Уходит К Джейми Ну Все-таки Тормун Показал Что он Человек Ну Как Как Минем У нее Было Одно Тяжелое Решение Идти Ей На Войну Или Не Идти Ей На Войну А В итоге Ну Как бы Пошла На Войну А могла Бы не Идти Тем более В той Ситуации Честно Говоря Ну Ничто Ей Никто Ей Слово Поперек Не Сказал Если бы Она Не Пошла Воевать Ну И опять же Ты Третью Серию Смотрел Там Конечно Все равно Есть Ляп Очевидный Но Честно Говоря Ребята Последние Два Сезона Которые Уже Сняты Потому Что Мартин Не Не Писал Там Ляп На Ляп Новые Ветки Качать Не Собираешься Но Мне Сначала Старые Буду Качать Понимаешь Трептамин У меня Настолько Всего Не Прокачано Что Как Б Не Початый Края Работаю Ну Ладно А какие-то Другие Части Моей Теории О О Том Что Женские Сильные Персонажи Показывают Себя С наихудшей Стороны И Дискредитируют Образ Сильной Женщины Какие-то Другие Моменты Ну Опять же Стоит Понимать Что Леана Она Как бы Персонаж Третьеплановый Условно Говоря Игрит Крутая Была Ну Вот Игрит Как это Выразится Очень Давно Ее Слили А вот И Ее Слили Еще По Канонам Мартина У Мартина В книгах Все Намного Разумнее Вообще Конечно Удивляюсь Тем Как сильно Прогрессирует Безумие У Как ее Называют У Дейенерис Ну Не безумие Ладно Ее Властолюбство И не только Вообще Конечно Последний сезон Мне пока Не очень Нравится Четвертая Серия Была Не очень Плоха Но Глобального Удовлетворения У меня Не вызвало Вот У Асистик В целом Конечно Сезон Слабенький Отлично Еще Пару Выстрелов И Скорпион Закончится Изи Изи Считаем 8 секунд Да Я бы сказал Что они Довольно Близки Но Как бы От Серсеи То можно Ожидать Что она Такая А вот От Дейенерис Она же Проповедовалась Как бы Скажем так Весь сезон Она Продвигала Либеральные Все сезоны Она продвигала Либеральные Ценности А тут Как бы Бац И наоборот Теперь Блин 49 Забрал Не успел Я выстрелить Не Ну Давай посмотрим Так Алоизыч Слив Мизинца Он Хотя бы Как бы Так Выразиться Вполне По себе Кажется Ну типа Мизинец Был Хорош Но Мизинец Не может Победить Всевидящего Мальчика Понимаешь То есть Как бы Это было Красиво Обставлено Хотя бы Понимаешь В чем проблема Слив Мизинца Он был До конца Непонятен Действительно Было ощущение Что как-то Ария И Санса Себя Друг друга Не очень любят Это было Обставлено Более-менее Тонко А вот Но Вот когда Ну Слушай Лосенкиллос Я имею ввиду Освобождение Рабов Там вот это Вот все Типичные Либеральные Ценности были Так вот А вот Слив Короля Ночи Да Он Тупейший На мой взгляд Я думаю Не надеюсь Что у Мартина У Мартина В книге Это будет Не настолько Говено Потому что Здесь это Выглядело Реально Как какая-то Несмешная Шутка Вот Да не План Мизинца Это был Понятен Алоизыч Просто Мизинец Он как Владимир Владимирович Он больше Тактик А не стратег По моим По крайней мере Ощущениям То есть Как бы Под конец Планы Мизинца Были Ну Более Менее Внятными И понятными А вот В том плане Что я считаю Мизинец И так уже Смог Два Королевства Из Семи Отжать С Дорном Он бы легко Договорился Это три из семи Ну и с простором Скорее всего Тоже Это четыре Из семи Так что Считай Как минимум Половину Королевства Априори Мизинец Уже Отжал Поэтому Дальше Было уже Дело техники Просто Его слив Как раз Его слив Мне не кажется Прямо сливом А вот слив Короля ночи Это да Это просто Пошли они нахер Я прямо Ну просто Я не знаю Персонаж Арии Он вот Прямо С каждым С каждым Таким Серией Становится Более Клишированным Как будто бы Клише Возводит В степень Хочется просто Спросить Как бы Это действительно Так и задумывалось Я надеюсь Что нет Но там Много Испортили Прошлые Сезоны Потому что Как бы Вот например Откуда У Арии Все Я вот читал Типа То что Ладно Подождите Сейчас я на минуту Отойду А потом расскажу То что я прочитал В одной из групп Поплио А вот Короче У Арии У Арии Та же проблема Что у доктора Стрэнджа Суть этой проблемы В том Что вот Есть персонаж Который Очевидно Потом станет Крутым Но Вместо того Чтобы показать Как он становится Крутым А просто По мановению Волшебной палочки Становится Супер Пупер Мега Невероятной Бабой То есть Вот доктор Стрэндж Он на самом деле Тогда У всех Сложилось впечатление Что доктор Стрэндж Просто там Прочитал Пару книг И стал Папашей Магом А на деле Он очень долго Учился И как бы Там потребовалось Как бы дохрена Времени Чтобы доктор Стрэндж Обрел Свои силы И то он был Не до конца Хорош Понятное дело Вот То же самое С Арии То есть Ну Ария Немножко Махала Палкой Серев Форелем Да Потом Арию Пырнули Заточки В живот И она Каким-то чудом Смогла победить Ту белобрысую Бабу В общем-то И все Нету ощущения Что Ария Как-то вот Прямо Прокачила Свои Ассасинейт Навыки И не только То есть Когда она Вышла на бой Против Бриены Тарт Там В прошлом сезоне И в принципе Махалась с ней На равных Мне это казалось Смешным Потому что Бриена Тарт Это Гигантская Женщина Которая Всю свою жизнь Провела В сражениях Чтобы Показать Как она Вот Хороша И Ария Которой Там Лета Особо много Не исполнилось И все Что она Сделала Получила Клинком В живот И чуть не Сдохла Мне это Казалось Абсолютно Бездарно Да 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 Бобби Вот В этом И проблема Я и говорю Что не схожая проблема Что это не показали нормально В сервере Показали Очень коротко И типа В основном Ария только и делала Что получала Пиздюлей Все Понимаете И поэтому Нет ощущения Что Ария Прям вот Действительно Супер Мега Блин Ассасин И так далее И тому подобное Нет Это вообще Не так Ну мне Мне это Показалось Ну скажем так Там вообще В целом Весь сезон Наполнен Тем Что Как бы Есть какие-то Дыры Со временем И не только С телепортацией Там кораблей Еще С всякой Чушней Вот Просто Странно Что они Не понимали Что Вот так Вот получится По итогу Ну просто И Сам по себе Слив В этой Ситуации Мне показалось Им Именно Что Ну всем Показалось Что это был Слив Я имею ввиду Смерть Короля Ночи Ну типа Это выглядело Бездарно Абсолютно Так Все здорово Нагнеталось Такая Была Атмосфера Так Вот там Тра-та-та-та-та А потом Бац И Заточка Под почку И типа Перекидывание Кинжала Из руки В руку То есть Ну Не знаю Все Что угодно Притом Кстати Еще один Просер На мой взгляд Вот когда Я смотрел Когда я смотрел Битву Мне казалось Что все Северения Сдохли Все Весь Колоссар Сдох Все Сдохли Говно Жопа Говно И тут Начинается Четвертая Серия И нам Говорят Ну потеряли Половину Войск У нас Осталось Половина Безупречных Половина Колоссара Половина Там Ну вот Колоссар Вообще Не знаю Побежали В темноту Казалось Что они Почти Все Сдохли Тут Половина Выжила Че То есть Тоже Они Как-то Показывают Эти моменты Ультрабездарно Я не знаю Тут Проблема Может быть Даже Не в сценарии Может быть Тут Проблема Именно В подаче Подача Крайне Убогая Я просто Удивляюсь Что Вроде Такие Бюджеты Выделили А по итогу Мы имеем Что-то Написано На коленке Такое впечатление Да Слушай Ну Понимаешь То Что Сноу Победит Короля Ночи Это Было 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 Более Менее Логичное Клише А То Что Ари Убила Короля Ночи Это Это Тоже Офигенное Клише Только На мой взгляд Менее Логичное Да Не Лаизыч Дело Не в этом Я думаю Что Стену Он И так Порушил А Вот Мне Там Нравились Всякие Теории О том Что Вообще На самом Деле Король Ночи И Бран Это Одно Лицо И Вот Это Была Крутая Например Вещь Неожиданная Во многом Вот Но По Итогу Конечно Не Знаю Да Может быть И так Бобби Может быть И так Но Просто Не сказать Что Центральные Актёры Прямо Офигенски Отыгрывают Вот Так Вот Да И там Экранное Время Так Размал Ну Короче Мя Просто Сезон Пока Выдаётся Таким Что Они Ну Очень Сильно Смазывают Концовку У Меня Просто Дежавю От Сериала Lost Не Ну Дейенерис Как раз Отлично Сходит С ума Как ни Странно Вот Ладно Эмилия Кларк Она Прям Она В целом Всегда Кажется Безумной Как Джек Николсон Наверное Так что Ей Это Простительно Но Я пока Разочарован Я бы даже Сказал Проблема Не Проблема Не В Персонажах Проблема Проблема Это Проблема В сценарии Ну Или В постановке Не знаю Сценарий Постановка Сценарий Постановка Очень Плохие Они Как бы Делают Двойное Мак Говничен С комбо Что У тебя Встают Вопросы Как бы Че Это За Фигня Я Забыл Ребята Что Ток Лучший Танк Войны Посмотрите Просто Просто ДПС Ребята Это Называется ДПС Ой Ты Крепкий Ну Вообще Просто Саша Всех Убил Теперь Надо Просто Отсветиться Лёль Я попал Изейшая Против СУ-100у Да Такое Есть Алоизыч Я согласен Ставь Гол На Хату Ника Я Если Поставлю Гол На Хату Я Никак Не Соберу Тем Более Ну Если Стоять Гол На Хату Мне Надо Будет Голодать Видимо Если Я Буду Все Тратить Именно На Это Наверное Я Умру Арта Очень Хорошо Откидала Ну Ладно Никакой По твоему Должен быть Гол На Хату Давай Давай Подумаем Я Помню Как Лёша Абер Ставил Гол На Хату Но Чё Как Не Собрал По Моему Да Дело Просто В том Что Донат Гол И Должны Что Предполагать Кроме Как Пацаны Скиньтесь Мне На Хату С уходом Никит Твой Бюджет Стал Лучше Разве Что Немного Вот Не Ну Всё Хороший Бой Я Свои ХП Там Откидал Я Молодец Вот Она Так Мало Ела Да Не Флакс Просто Я Немножко Перестал На себе Экономить Ещё Я Пытаюсь Питаться Здоровой Едой А Здоровая Еда Стоит До Хрена Как Оказалось Не Ну Деньги Есть Какие Там Немножко Так Капельку Я Мне Боготрудно Говорить На Эту Тему Нужно Как-то Больше Прожить Одному Чтобы Понять Чё у меня С деньгами Вот Пока Не могу Скать Наверняка Здоровое Питание Чуть Дешевле Достава Как Показывает Практика Ну У меня Там Есть Маленькие Вещи Я Честно Говоря Как Это Говорится Есть Некоторые Вещи Которые Я У Матушки Прошу Сделать Ей Не Трудно А Мне Приятно Типа Не Знаю Я Понял Что Очень Сытная Сладкая И не Супер Калорийная Это Творожные Кексики То есть Сделают Мне Например 12 Кексиков Я могу Их Есть Очень Долго В Одном Кексике 150 Калорий Они Дико Сытные И Вкусные Вот И Как Б И Нормально То есть Ты Три Кексика Съел Это Почти Ну Это 450 Калорий И Ты Вроде Сытый И Ты Вроде Как Б Это И Себя Побаловал Немножко Одновременно Я Тут Думаю Попробовать Завтра Сходить Я Посмотрел Попал Случайно На Старое Видео Обломово Мне Что-то Захотелось Тортилью Вот Думаю Ну Тортильи Конечно Довольно Такие Специфические Но Я Сделаю Себ Какой Соус Не Шибко Жирный Вот Хочу Себе Тортилью Сделать С чем Нибудь Вкусным Слушайте Он Не Пропускает Урон Да Ну Лол Я Не Попал Что-ли Так Юдес Стоит Понятно Юдес Нас Не Пустит На Гору Надо Это Помнить Ну А Доставками Питаться Как-то Не Очень Хотя Я Вот Вчера Я Вчера Себя Радовал Ребята Я Вчера Переел Целых 400 Калорий За День А Вот Ужас Просто Но Ну Я Вчера Короче Очень Хотел Чего-нибудь Я Хотел Колы Без Калорий Не Могу Этого Не Признать Но Я В итоге Не Стал Брать Колу Без Калорий А В магазине Был Со Скидкой Этот В магазине Со Скидкой Был Нести А Он 300 Калорий Вот За Полтора Литра Я Выжрал Очень Легко Так Я Больше Баловать Не Буду Вот А еще Я Вчера Взял В доставке Я Хотел Взять Себе Сытные Палочки С беконом С додо Пиццы Они К слову Не очень Калорийные Вот Их Не было С беконом Все Разобрали Были Только Спасибо Спасибо тебе Мич За Поддержку Вообще Ты мог бы Ставить Ссылочку На музыку Через Сервис Донейшн Алёртса Сейчас я поставлю Песенку Поставлю Ее Но в следующий раз Просто вставь ссылку Она сама заиграет Вот Ооо Ооо Буланова Вот это Неожиданно Прямо Мне даже Ничего Говорить Не хочется Неожиданно Рад тебя Видите Мич Давненько Я тебя Не видел Так Хорошая Зауныбная Песня Ой Там Борщ Меня Ждал Понятно А Борщ Нет Это Другой Борщ Тут Два Борщ Да Борщ Мне Сметанки Насыпал Конечно Ну а Кстати Ребятки Зенит Чемпион Если Кто Не знает Буланова Я Я уж не помню Она еще Нынешняя Или уже Бывшая Жена Радимова Не байте Народ Я не баю Я просто Рад Впервые Столько рекордов Семак Первый Кто стал Чемпионом России Как тренер Игрок И помощник Тренера Дзюба 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 Боевыми Боевыми дронами Сама Найдет Кого Угодно Вот Ну Кокорин бы пригодился Он те два матча Перед тем Как попасть в СИЗО Отыграл Хорошо Отлично Изи Фокус Мы его ждали Как говорится Дуглас Во всех отношениях Привлекательная Дама Не могу Этого Не признать Но Как бы Это выразиться Ей бы Какого Нибудь Я не знаю Кого Даже Шварца Из фильма Красная Жара А? Как вам? Вот Вот ей подойдет Я думаю Да Дуглас Пропала Даже чаек Ее чуть не видел Вот Да Там Командира Спецназа Любящего Охоту Мясо И Че нить Еще Изейший Изейший Борщ Когда у нее День рождения Блин Она что-то говорила Но я не помню Она диплом написала И исчезла Ну так как я понимаю Ее диплом был Плотно связан С С тем За что ее берут в армию На всякие Секретные проекты Поэтому То что человек Закончил учебу И его забрали В какой нибудь Город На котором Мы с вами Даже не подозреваем Это вполне реально Вот Могу только Надеяться Что у Дуглас Там есть Много Вкусного Мяса И Возможности Отдыхать И развиваться Вот Я бы так Это описал Сколько лет Ей примерно Сейчас ей по-моему 22 Если мне не изменяет Память Или нет По-моему Ей было 21 Но я точно Не помню По-моему Да 21 Ей было Когда она Заканчивала То есть Ей сейчас Где-то 22 Или Или Исполни Ну Около Там 22 23 Как-то Так Да нет Дуглас Классная У нее Конечно Были Свои Тараканы В голове Но У кого Из нас Нету Тараканов В голове Ребята У каждого Они просто Свои Вот Я Например Испытываю Терминальную Стадию Ненависти К себе Но мне Это наоборот Помогает Вот Я прямо Возвращаюсь К временам Да Честно говоря Даже У меня почему-то С возрастом Структура тела Немножко Изменилась Я сейчас Прям Очень Похож На Борцуху Братуху Вот Ника Ты тоже Шикарная Женщина Но По-своему Вот У вас Просто Абсолютно Разные Типажи С Дуглас А вот У Дуглас Типаж Сильной Женщины Во всех Отношениях А у тебя Просто Типаж Маленький Невинный Они Просто Разные На разные Типажи На Находятся Разные Любители Вот И все Так что Как бы Я бы на том месте Не Не парился бы По этому поводу Вот Люди Все Очень Разные И Все Люди Кроме Меня Найдут Своё Счастье Если захотят И вообще Мне кажется Медитации По методу Ситара Странно На меня Влияют Ну вот Не Дуглас Ха я не знаю Да не Вряд ли Вряд ли Не напоминаю Я про Капитан Марвел Честно Я не Я не смотрел Сольник Капитана Марвел Но почему-то Она сразу Вызвала У меня Какое-то Неприятие Когда я Смотрел Когда я Смотрел Мстителей Последних Я Я не знаю Почему Но она Меня Немножко Подбешивала Что за метод Да не Мне Ситар Объяснил Как С помощью Дыхания Медитировать Я теперь Два раза В день Практикую И у меня В голове Начали ходить Странные Мысли Вот У меня Способ Мышления Немножко Изменился Меня Это Немного Пугает Ну не то что Пугает Я себя Стал хуже Понимать Не Не Просто Не думать Ни о чем И сыроточиться На дыхании Ничего Ничего Ультра Сложного Ребята Мне Самую Простую Систему Предложили Вот Поэтому Я Ею И пользуюсь Вот Ну Размен Кстати Нормальный Стоит Сказать Очень Классно Сыграно Жалко Что Сзади Ис Приехал Шестой Так Давно Не Играл На Шестом Исе Ребята Я Почти По Нему Прости Господи Соскучился Изи Разобрали Даже Стараться Не Пришлось Быть Лолей Да Я Согласен Ну Вот Ники 19 Она До Сих Пор Выиграет Лет На 14 Ей Ей Идет Не знаю По моему Когда женщина Миниатюрная Это очень Круто А вот Ну я смотрю Морда Начал Подбивать Клинья Отлично Я Хорошенько Постел Вообще Я думал Что можно Подойти Пока Он На Гусле С Неудобным Углом Наклона Я Его Доберу Но Потом Я Подумал Что А вдруг Он Починится И Вломит Мне В щи Этого Мне Не хотелось Хороший Бой Только У меня Осталось Сколько Там 8 ХП Это Это Маловато Ну Ну Мы С С С С С С С С С Друга Прям Телеграмм Там Там Телеграмм Да Вот Бетт Таллин Рига Вильнюс Варшау Берлин Тулуза Круто Кактус Я сегодня Полил Кстати Я Я по Понедельникам Поливаю Кактус О Ника Я вчера Видел Как два Парня Катались На Одноколесных Этих На Монопедах Как они Называются Вот Ника Тут Оставила Свои Лосины Кучу Носков Кактус Колесо Моно Моноцикл Да Не знаю Что еще Оставила Наверное Что-то еще Оставила Но я еще Не нашел Так Лосины Покажи А что там Показывать Просто Черные Обтягивающие Штаны Все Я в них Не влезу В шкафу Подушка Белорусская А Ну Ок Ходят Слухи Что Россия Нам По большому Визу В Европу Не дают Не слышал О таком Или ты Под Европу Имеешь Ввиду Украину Я в них Не влезу Уже Пробовал Не 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 Ника Ника В прошлый Раз От Меня Уехала Ну Когда Это Было Еще Не Насовсем Она Оставила У меня Дома Труселя И Я Долго Их Искал А потом Нашел В каком-то Супер Очевидном Месте Не Хватает Тепарю Броню Брони Или Скорости Не Знаю Одно Из Двух Не Хватает Тепарю Играть С Шестыми Седьмыми Левелами Тоже Хороший Вопр Момент Супер Очевидная Под Подушкой Я бы Нашел Трусы Нет Я имею Ввиду Они Были На Полке Просто Они Были Там Еще С Кучей Вещей И Я Как-то Не Увидел Их Сразу Но Я Ей Отдал Труселя В Целости И Сохранности Кто Кто Б Че Не Подумал Меня Сейчас Угнетает Что Я Не Худею Вот Это Угнетает Адски У Меня Вес Встал Абсолютно Намертво При том Что Я Только Увеличиваю Нагрузки Но Видимо У меня Теперь Мышцы Тяжелеют Появляются Быстрее Чем Я Сбрасываю Жирок Японцам За Пол Квартиры Вряд Л Понимаешь Это были Чистые Женские Трусики То Если Ника Например Ну Не Знаю Описалась В Них Я Б Смог Б Продать Японцу Баксов За 200 Может Быть За 100 Минимум А Так Как Выстиранное Белье Я Сомневаюсь Что Кому Нужно Предсатай Вообще Неплохая Бизнес Модель Ты За Фетис Да Я Я Кстати Жесткий Фетишист Но Не Поэтому Написай Сам В Трусы Японцы Прочухают Это Японцы Блин Ладно Можно Продавать Японцам Наверное Ношеные Японкам Японки Покупают Ношеные Мужские Трусы Слушайте Я Подумал Наладил Бизнес Модель Как Вам Идея Прогулялся Закинул Трусы В пакет И отправил В Японию Отлично И Каждую Каждую Неделю Отправляешь По 7 Трусов По 700 Евро В неделю Просто За Нифига Клево А Как Вам Отличное Наказание Паренька Гос Какой он Молодец Реакция Мангуста Спасибо Ребятам За советы Я сразу Вижу Что Многие Торговали С Японцами Ношеные Мужские Не Ну Это Немного Не То Это Немного Не То Ощущения Я думаю Не те Мне Вспоминается Манга Систа Икс Систа Где Парень Живет С двумя Сводными Сестрами Которые Хотят Потрахаться С ним Так вот И внезапно В него Влюбляется Их Классный Руководитель И Сестер Этих А она Такая Грудастая Взрослая Блондинка И как-то раз Блондинка Попала В неловкую Ситуацию И парень Дал ей Чтобы она Смогла Дойти До дома Свою Школьную Форму Спортивную А она Надела Эту Спортивную Форму И что-то Ей так Понравился Запах В итоге Она Легла Спать В этой Форме И так Сильно Прости Господи Себя Рукоблудила Что в итоге Заляпала Всю форму И не смогла Парню Вернуть Вовремя Потому что Ее опять Надо было Стирать Ну вот Нет Систа Икс Систа Вот Сис Икс Сис Как-то так По-моему Называлось Вот Ну это довольно Известная Была манга Пару лет Назад Потому что Аниме По ней Вышло Но я Начал читать Эту мангу Еще до Выхода Аниме Вот Смешной Был момент Короче То есть Она просыпается Вся форма Влажная Внизу Она мокрая Она влюбляется В своего ученика И как бы Забавно В общем Аниме Нет Это не хентай Это Этчи Этчи Это когда Вот Светят Труселями Писками И так далее Но при этом Секса Нету Хотя Может Там и кончивается Логически Я не дочитал Мне скучно Стало Там Сюжет По одной И той же Конве Ходила Как бы Приелась Немножко Мне почему-то Сразу вспомнилось Есть такая Манга Ну и Аниме Тоже Как же Она называется Любовные Неприятности А вот И там У главного Героя Реально Генетическая Аномалия У него Генетическая Аномалия При которой Он постоянно Попадает В неловкие Ситуации С тянками То есть Если он Спотыкается То он Обязательно Упадет В сиськи Девушки Если его Там толкнули То он Падая Обязательно Стащит С девушки Трусы И это Реально То ли Болезнь То ли Генетическая Аномалия И вот Он с ней Живет Господи Звучит Конечно Весьма Странно Но это Это сюжет Аниме Ребята Я такое Придумать Не могу Я не настолько Хорош Но Согласитесь Что Концепт Интересный Юдес Меня Убьет Ну ладно Еще не убил Арта Пожалуйста Порадуй Меня Ну Повезло Что Юдес Идиотничает Изейшая Для Саши Ну просто Изейшая Вообще Прям На Скилле Ой Меня Не пробил Буратос Ух ты Такое Бывает Спасибо Новому Патчу Теперь Осталось Угадать Куда Поехал Стрв Потому что Это у него На генетическом Уровне Стрв Наверное Около База Где-то О Буратос Эх Быстрее Забрали Отлично Ну Гуслю Дали Это мелочи Но как бы Мне тут Лучше Не рисковать Отлично Идеально Я не уверен Что успею Еще раз Дать ему Но Ну Ну С какой Молодец То А Ладно Извините Прикольно Немножко Старые навыки Возвращаются По копеечке Вот Там повезло Что кажется Арта сломала Дом Поэтому Мне можно было Легко Закинуть В бок Спасибо Артоводу Спасибо Другому Артоводу Который Не смог Меня Пробить Что тут У нас Универсальный Фрагмент Ну 2800 Дамаги Нормально Хороший Бой Хорош Хорош Хороший Бой Как Как Надо Так Можно Включить Бонусы Для Типаря Лас Хит Ну Лас Хит Я бы Даже Скал По Всем Параметрам Так Давайте 300 К Экипажу Вот 50 Кредитам И Свободки Насыпем Еще Давайте Мне нужна Свободка Чтобы Сразу Без раздумий Взять Пушку На Е100 Вот Чтобы Сразу Почувствовать Попашка Не Е100 Расскажи Что у Тебя По Похуданию И Физухи Сейчас По Похуданию Вес Стоит Намертво Прям Вообще Стоит И Стоит Я вот На грани 101 Килограмма Плюс Минус Пол Килограмма Хожу Уже Практически Неделю Вот Пресс Я пока Не Поднимаю Нагрузку То есть Я как Делаю По 300 Раз Так И Делаю По 300 Раз Вот Завтра Я выхожу На Отжимания Приседания Уже По 35 Раз То есть Это 105 35 на 3 105 Вот Так Что Как Бы У Меня Рама Очень Сильно Раскачалась Ребята У У меня Грудная Клетка Стала Просто Огромная Вот Руки Плечи Пока Плохо Идут Руки Вроде Идут Получше Вот Жирка На животе Много Но Пресс Правда И так Виден Вот Но Как Б Проблема В том Что Из-за Того Что Я Много Чего Потянул Я Сейчас Последние Недели Полторы Уже Занимаюсь Прогулками Без Утяжелителей И Поэтому Вес Стоит Скидывал Фото Вот На тему Того Как я Сейчас Выгляжу Поэтому Как бы Мне Это конечно Кажется Она тоже Преувеличивает Но у нее По крайней мере Есть Ну она Меня В реале Видела Один раз Поэтому Мне просто Не нравится Из-за того Что у меня Фигура Стала После Раскачки Еще Меньше Пропорциональный А вот Да я бы Не сказал Что прямо Дико Ну во первых У меня довольно Больший вес Алоизыч А вот У меня Именно Вот Руки Не сказать Что прямо Как-то Дико Накачались Ну типа Не сказать Что-то Такое Прям Невероятное То есть Немножко Есть И все А вот Грудная Клетка У меня Реально Стала Намного Больше То есть Я не знаю На стриме Это может Не так Видно Но у меня И спинная И грудная Клетка Стали просто Огромные Вот Вообще Я не знаю То есть Как бы У меня Прямо Ну треугольная Вот эта фигура Как считается Канон Мужской Он стал Такой Ярко выраженный Но мне это Как-то не особо Нравится Почему мне Бег нельзя Сатай Я Пару раз Когда бегал Зимой Когда уже Схуднул Я зимой Полтора километра В минус 20 Пробежал И мне даже Было нормально В принципе Горло ободрал Немножко Но было нормально За коленки Твои волнуются Но все Нормировать Я думаю Что я рано Или поздно Перейду К бегу Но Типа Я оставлю ходьбу Но я периодически Буду бегать Чисто так Для общего развития Хотя в идеале Хочу велик А что дает ГТО ГТО Дает Какие-то Сверх преимущества Или что Да не Я думаю Лос-Анкилл Сделал не в этом Во-первых Я бы не сказал Что талия Прямо Как у Кипариса Но У меня На самом деле Когда Немножко Сейчас Получше Погода Станет Надо бы Еще Пробовать Подтягивания Делать Вот Но я Себя бы Симпатичным Не назвал Я себе Очень Не нравлюсь Но как бы Я работаю Над этим Ник Преувеличивает На тему Того Что Я там Типа Тра-та-та Просто Мы Не виделись Когда Там Две Три Недели И встретились Ей На Контрасте Показалось А на деле Ты я Еще страшный Как Атомная Война Вот Стремный Как Финансовые Отчеты СК2 ТВ Ладно Надо Отъехать У льва Позиция Лучше Ну Мне Мне Уже Как-то Познаваться Сатай Но Спасибо Арта Конечно Работает О Ладно 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 Беру Свои Слова Назад Арта Все-таки Работает Ужасный Как Японец Порнофиль Слушай В порнофильных Бывают Крутые Японцы Как Например В Гачимуче Так Что Ты Не Прав Но Подкол Достойный Сейчас Секунду Тут Все Пока Все Стоят И Ничего Не Делают Не Я Страшный Я Я Как Я Собой Глубоко Недоволен Вот Мне 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 Как Бы Гордиться Пока Нечем Блин Вообще Я тут В труселях И Что-то Как-то Неловко Эти Труселя Еще И Рваные Там Местами Наверное Не стоит Вам Все-таки Показывать Ладно Ники Она Меня Не в Таком Виде Видела Хе-хе А вас Как-то Пугать Неохота Вот Вы Как-то Вас Воспримите Это Неважно Местами Господи Что там Показал Нет А Ух Я думал Ладно Все нормально Не Ник Ты симпатичный Это я Такой Типа Мех Ну я Сейчас умру И покажу Вам Вот Изи Развел Изи Изи Лемон Сквизи Как говорит Игорь ГХК Да Чел Че-то Ты Не Очень Че-то Ты Не Очень Брат Блин Ладно Тут Тут Я Ложанул Лев Меня Хорошо Поймал Я Далеко Заехал Смешная Шутка Стэнсон Я Оценил Короче Ждите Когда я Сольюсь Я Начну Вам Показывать Ужасные Вещи Ну Типа 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 Да ладно Ник меня Видела Когда я Весил Ээээ Намного Больше Так что Как бы Она Она Видела Все Ужасы Войны У нее Могут Быть Вьетнамские Флэши У нее Исковеркано Восприятие Она Видела Меня Когда я Весил Сто Там Двадцать Кило По-моему Блин Ладно Давайте Сейчас Покажу Да и Сто Сорок Когда Да Как бы Обрезать Фото Чтобы Не Показать Труселя Ребята Вот так Вроде Нормально Да нет Тут Не Я Жирный Прям Нет Тут Все Видно Да Я Жирный Я Жирный Ребята Ведь Как бы Ничего Особенного Здоровенный Жирный Парень Вот Даже Даже Рельефа На животе Не Видно Ну Ладно Чуть Чуть Видно Чуть Чуть Видно Но Как бы И вот Видите Плечи Чего-то Не Накачиваются То есть Если Здесь Местами Рельеф Где-то Появился Вот То Как бы Живот Втянул Не Животом Животом Тоньше Выходит Животом Типа Там Прямо Грудная Клетка Нависает С местом Вот Прямо А Это Нет Это Как Раз Я Наоборот Напряг Мышцы На Животе Немножко Так что Не Я Еще Страшный Как бы Говорю Вот Только Сиськи Спина Накачались Ненавязчиво Ну и Руки Чуть Чуть Мне Показалось Что У меня Вот Этот Процесс Пошел Когда Я Начал Отжиматься Я Не Уверен Конечно Но Что После Отжиманий Сиськи Стали Побольше Там Руки Немножко Окрепли Ничего Особенного Надо Штангу Купить Чтобы И плечи И руки И все Остальное Качать Вот Надо Еще Мельницу Делать И Можно Под Мастерия Пистолетов Я Умею Делать Мельницу Ну В смысле И как Упражнение Мельница И как Бросок Мельница Бросок Мельница Правда От меня Не очень Страшный Потому Что Я Низкий Мельница Страшна Когда Кидает Кто Нибудь Метр Девяносто Человека Вот Там Прям В общем Давайте Ребята Ника Сказала Что Я Изменился В Лучшую Сторону А Вы Дожди Сейчас Разуверить Меня И Сказать Что Я Страшный Как Атомная Война Давайте Чтобы Я Еще Больше Себя Ненавидел И Еще Больше Начал Тренироваться Боится Юдес Светитель Льва Да А мне Жирка Еще До Хрена Лосон Киллс У меня Главная Проблема У меня Жирок Типа С самого Низу Живота И Он Сходит Очень Медленно Вот Не Мотивация В том Что Я Не Очень Выгляжу Вот Но За Последние Два Года Понятно Эротическую Мельницу Что Такое А что Такое Эротическое Мельница Знаете Узнаю Что То Новое Получаю Практически Образование На Стриме Ты Ты Как Говорится Стэнсон Не Так Прост Со Своими Эротическими Мельницами Прости Господи Да На боках И Ни Живота Там Медленнее Всего Сходит На Стэв Стэнсон Натал Поэтому придется жить в этом ужасном мире, где я жирный и страшный. Пора ставить тег образовательный контент. Это точно. Это вращение тазом в вертикальной плоскости? А, ну понятно. Я думал, что это интересно. Это было слишком очевидно, я бы сказал. Я видел у пистолетового в клипах это. Мне вот хочется, чтобы вот здесь на плечах что-то появилось. Оно очень мало появляется. Подумай о том, что ты мог быть дрищом и страшным, это было бы еще хуже. Почему? Мне кажется, у страшного дрища плюс в том, что ему хотя бы одежду удобнее подбирать. А мне одежду крайне тяжело подбирать. Так что, не, наверное, дрищом было бы получше. Вот. Да ладно, я помню, как, по-моему, в «Уничтожителях мифов» был целый сюжет о том, почему при скакании член крутится так-то, а сиськи крутятся так-то. Ничего, показывали по «Дискавери» образовательная программа. Нормально. Я бы сказал, аж очень образовательная. Хорошо, по «Антарке» 8 и 8 вставили. Ну, а я не уверен, что я к этому готов. Что-то у него удар больнее, чем у меня. 417 – это неприятно. Там Эмиль. Эмиля, говорят, апнули немножко. Ой. Ладно. И никто не помог. Надо отъехать. Ладно, пацаны, я посвятил, я готов. Стэнсон, к сожалению, манго и реальная жизнь не особо друг с другом пересекаются, но спасибо. Ну, мне просто хочется сбросить хотя бы до 90 и при этом подкачаться и как бы... Подкачаться получается, а сбросить пока не особо. График в этом месяце у меня не очень хороший, в общем. Я, видимо, как-то вот так вот неожиданно опять попал на диетическое плата, поэтому надо грустить и ненавидеть себя дальше заниматься, кушать рис. Я вот перед стримом докушал тарелку риса, и это были мои последние калории, и мне теперь очень грустно. Вы бы знали, как жрать хочется. Вообще прям. Хотя я заметил другую вещь. Вот я вчера скушал 2400 калорий. Это на 100 калорий меньше дневной нормы для меня. Ну и типа на 400 больше, чем я обычно ем. Я реально объелся. То есть мне было очень много. Вот. Но это было с какой-то степени приятно. Я вчера, в общем, отдохнул телом. Вот. Оказалось, что 400 калорий, в принципе, могут сделать человека счастливее. Пусть и ненадолго, пусть и немного, но все-таки. Блин. Ну ладно. Чё-то в одну калитку мы насосали. Вот. Вот, Синк, смотри. Как спортивный человек, имеющий девушку. Какая-то специфическая шутка. Вот очень много сравнений. Знаешь, Стэнсон, ты меня прямо вынуждаешь пошутить, что... Не знаю. Ладно, не буду шутить. Но, короче, ты меня провоцируешь на всякие шутки ниже пояса. Не надо. Вот. Неплохая идея, Лосон Килос. Вот. Правда ли это? Я не знаю, Стэнсон. Вот я прямо действительно не знаю. Мне трудно говорить наверняка. Я могу, конечно, пошутить, но... У меня уже три шутки в голове родились, но все они пошлые и скабрезные. Вот. У меня как бы, знаешь, Стэнсон, с тех пор, как я начал тренироваться, у меня давненько не было секса, поэтому... У меня нету сравнительной информации для того, чтобы ответить тебе честно. Вот. Привет еще раз, Крис. Да, кстати, ребята, напомню, что на стриме есть заказ музыки через Donation Alerts, то есть вы там при донате вставляете ссылочку и песенка автоматически заиграет на стриме. Поэтому, если у вас есть желание помузицировать и поделиться своими музыкальными предпочтениями с чатиком, вы знаете, что делать. Да нет, получше, чем уровень Comedy Club, но не сильно. Хотя я догадываюсь, что после сегодняшних донатов от Ники, тут как бы у всех родились свои уже шутки. Вот. Да, новый фугас, конечно, радует. Сразу видно, что работает. Мощь нового фугаса просто поражает. А что там Ника... Ну, светить на японца это довольно весело в какой-то мере. 389. Голдой в бок. Спасибо, что испортили мой любимый танк. Спасибо, ВГ порадовало. Стэнсон, не надо шутить на эту тему. Мне... мне грустнявенько становится. О, ну ладно, нормально. Вот сейчас хорошо прилетело. Заслали объекту в будку. Что-то оппоненты как-то странно играют. Отличное попадание. 928. Это то, что доктор прописал. О! Ассист на тысячу. Слушайте, да мы прямо разбираем. Я уже... Слушайте, японец... Ну, я не уверен, что это... Это моя заслуга, понятное дело, что японец так хорошо играет. Почти я не иронизирую. Вот ФВ-шка это опасный товарищ, с ним лучше не встречаться. А что испортили японцы? Очень сильно порезали фугасы, Бобби. Видишь, дамаг теперь 900. Не 1600, как раньше. А 900. Ой, слушай, Стэнсон. Про мертвых либо хорошо, либо никак. Поэтому я как бы про Пикач ничего говорить не буду. Я серьезно, я на Пикаче не был уже года два, поэтому... Это один из тех немногих случаев, когда я действительно смог закрыть для себя какую-то страницу внутреннюю. Нормально поделил на ноль. Нормально. Прям не стыдное попадание. Ну, я бы, конечно, мог бы поржать и... Посмотреть посещаемость Пикача, например. Но как-то... Да, смотрите, 900. Нормально. Хорошо влохмачил. Но, правда, пробой теперь стал получше у фугасов. У голдовых, по крайней мере. Да, у них равенство в пробое в два раза. То есть теперь... Теперь из этого танка можно обычные снаряды, в принципе, убирать, потому что они не работают. Да, слушайте, с пробоем таким танк почти играбельный. Почти. Теперь по гуслим не постреляешь, но зато если ты попадаешь во что-то почти зеленое, то фугасы дают свои 900 дамаги почти всегда. Хороший бой получился. 3000 ассиста. 4 с лишним 1000 дамаги, на секунду могло показаться, что Саша умеет играть в танке. Знаете, вот чего действительно не хватает, когда женщина ушла? Так, нерв или стабильность? Все-таки нерв. Понимаешь, все-таки с суперпушкой можно было, ну, скажем так, реально... Ладно, давай скажем так. Убили кайф от танка. Убили именно фановую составляющую. Вот. Фана в японце не стало. На самом деле, самое приятное, это вот когда ты вечером уже достримил, все свои дела сделал. У тебя уже, как бы, ни сил, ничего такого нету, вот. Хочется просто... Вот самое приятное, это сграбастать танку под бок и засыпать. Вот это прямо очень удобно и кайфово. Вот этого не хватает. Так. Получается, бабахи и КВ-5 на фугаснице тоже ме. А у КВ-5 была фугасница. Там, по-моему, не все. Там понерфили фугасницы у арты, у японца и у британца. Все. Насколько я помню. Но у меня были выстрелы. Я помню, у меня был особенно крутой выстрел, когда я попал в лючок 10-го Паттона на 1585. Прямо на стриме. Это было круто. Вот таких моментов теперь не будет. Но вот только В-2 вроде ничего не меняли. Е-100 заводи. На Е-100 у меня пока нету пушки. Нет опыта на нее. Накоплю свободный опыт, возьму пушку на Е-100, попробую. Пока не могу. Я сейчас и коплю опыт на... Коплю свободку на Е-100. Да, не знаю, Лайкзич. Я вот уже три недели засыпаю, и рука рефлекторно тянется сгробастать тянку, а в итоге там ничего нету. И как-то тоскливо становится. Ну так себе попаданется. Мне тоже спину никто не греет и не разминает. Хожу, как старая бабка. Ну так приезжай, я тебе буду делать массаж. Мне не очень трудно. Буду это, практику сохранять. Роу-Роу-Файт до Тайга. Давай, Тайга, выезжай. Тигр довольно мягкий. Тунчас. Хотелось бы его погладить. Так мне еще кто-то... Там еще кто-то был, кроме КВ-2. Там два КВ-2! Етить. Понятно. Поганенько. Ну, ждем тогда. Ну, что-то мы сливаем фланг потихоньку. Я, конечно, почти отбил свои ХП. Мне осталось сделать один выстрел, чтобы выйти в ноль хотя бы. Клятый, клятый КВ-2. Конечно, по канонам спиритолога я должен был убить Нику и закопать ее где-нибудь рядом со свинарником. Вот. Но, в принципе... Ой, у меня сейчас шутки пошли, типа... О, с удовольствием пожмакую еще один раз или что-нибудь подобное. Но нет. Ладно, не буду так шутить. Привет, Лодос. На самом деле, надо бы попрактиковаться в массаже, только неноком. Да ну лол! Клятый КВ-2. Ну ладно. Успел таки попасть. Закопать и выращивать на том месте кукурузу, а потом есть ее. А теперь мы узнали что-то новое из жизни Алоизыча, да? Я смотрю на целый клуб серийных маньяков. Лодос, а ты, надеюсь, не какой-нибудь 150-килограммовый 60-летний старикан? Знаешь, делать массаж маленькой, миниатюрной, красивой 19-летней тянке намного приятнее, чем кому-либо еще. Вот. Что-то около того. Здравствуй, Dead Boys Don't Cry. Ты частично прав. Да не, у Ники просто, знаете, как бы спортсменов очень неприятно как это называется, разминать, потому что их все мышцы типа жесткие, забитые и так далее. А у Ники спина прям это очень мягонькая, приятно делать массаж. Я тоже деревянный? Не, не. Тебя легко разминать. В идеале, конечно, стола не хватало для массажа. У тебя мышцы мягкие, приятные. Ой, знаете, вспомнилась манга. Есть такая манга. суть в том, есть парень, который такой чувствительный, добрый, мягкий и так далее и тому подобное. И он хиллер. И он влюбился в тянку, которая там топовая, топ-1 мечница в их мире, вся такая суровая, трататая и тому подобное. Но оказалось, что у него дикий фетиш на мышце. А эта тянка, она, ну она как бы не какая-то накачанная, как вот прям это. У него просто везде боевые мышцы ярко выраженные. И он постоянно, когда видит ее мышцы, особенно мышцы живота, начинает сходить с ума и фетишировать. Вот. Ты опять без према? В смысле? А ты не думал, ну у моих родителей есть массажный стол, они им не особо пользуются? Мне просто тогда, понимаешь, проблема-то скорее в том, что во-первых, я не могу заниматься массажем как ну типа у меня нет врачебного образования, поэтому я могу делать только так называемый косметический массаж. Это первая проблема. Во-вторых, нужна клиентская база, которой у меня нет. В-третьих, желательно все-таки не на квартире это делать, а в нормальном кабинете. У меня ничего из трех пунктов нет. любишь себя массажировать? себя массажировать неудобно. Говорю, мне надо, чтобы мне кто-нибудь живот массажировал, чтобы жирок сходил лучше. Потому что у меня вот как бы бока и низ живота проблемная зона. Все, что можно было до середины живота сжечь, я почти сжег, а там снизу очень медленно уходит. это плохо. В БК? Что за БК? Я надеюсь, это не какая-нибудь тупая шутка типа бойцовский клуб, а вот. У меня как-то, кстати, был опыт пребывания в бойцовском клубе. Это довольно специфично, но интересно, да. ну и это дорого. Что, я угадал, Лодос? Ну ты, ты меня в очередной раз разочаровал, как бы. Ты как, ты как Флакс, только чуть-чуть адекватнее. Нет, Лакоси. Бойцовский клуб СК-2 ТВ мне ничего не стоил. Мне ж тогда все оплатили, вот. Это единственное, что скрашивает те неприятные моменты, вот. Даже лечение ноги оплатили, но я бы не сказал, что мне пришлось бы за это, пришлось бы за это как-то платить. Кармическое воздаяние все равно в итоге случилось, вот. Я думал, что успею на реакции первую выстроить, а он меня ваншотнул. Ладно, мой косяк плохо сыграл. Жадно сыграл. На самом деле, после того, как начали стрелять сбоку, не надо было париться. Обидный ваншот, он попал мне между башней и телом. Там единственное место, где можно ваншотнуть КВ-2. То есть, передней проекцией между башней и телом. Так ты говорил, все случайно, а сейчас говоришь, что случилось кармическое воздаяние. Ну, все случайно, но я хочу думать, что это кармическое воздаяние, Флакс. Да я-то понимаю, Лаизыч, но это не лишает меня удовлетворения от того, что в итоге получилось. Понимаешь? Я свой урок получил. Адольф, более чем. Ванях, у тебя кринжовые шутки, но они какие-то такие, как бы, знаешь, не знаю, как правильнее писать. Не шибко агрессивные, просто кринжовые. Да это когда у меня колен надломил из Стэнсона. Господи, старая история. А что с Адольфом случилось? Ну, по-моему, то, что случилось с Адольфом, можно описать примерно как то же самое, что случилось с Януковичем. Знаете, есть же знаменитая шутка про знаменитые книги, да, насчет как проебать все и ничего не понять, как проебать все и не подать виду и так далее и тому подобное. Вот Руслан, как бы, как украинские президенты мог бы написать книгу на тему того, как загубить сайт и не понять, как это получилось. Кажется, не каждый обладает таким опытом, как он. Слушайте, ребятки, а если не лень? Если счетчики есть, расскажите мне, сколько там сейчас посещаемость? Может, я не прав и за те два года, что меня не было Пикач поднялся на новые высоты? Вот. Но второй попытки же не было у него. Ну, я думаю, что если бы 8 миллионов были потрачены не только на чат, может быть, у него было бы больше одной попытки. Вот. Есть такое мнение у всякого плебса типа меня. Вот. балласт в виде женщин и детей не идет на пользу стримеру. Это точно. Вот посмотри на меня. Я без женщин, без детей прямо в один миг лишился. И теперь я возвращаюсь к корням, снова становлюсь тем веселым, невероятно разговорчивым, даже, я бы сказал, не затыкающимся стримером. возвращаю себе ауру годноты. Вот. Отличная гусля, просто мастерская. Как профессионал большой. на объеме посещаемость упал до 5500. С учетом того, что я помню, когда посещаемость на пике была 35000, а у Денруса есть женщины и дети? Слушай, сложный вопрос. Я не уверен. в смысле, детей, по-моему, у Денруса нету. Но думаю, он в той ситуации, когда у нее не одна женщина, а много женщин. А это уже хорошая ситуация. Наверное. Изи. У Айлэйма уже дочь с женой? Ничего себе. Знаете, ребята, видимо, в этом и дело. Вот посмотрите. У Джуси вроде и жена и дети. У Айлэйма жена и дети. А Саша похудела и все, как бы один теперь. А? Чувствуете? Чувствуете связь? Я чувствую. Эх, застелял. Да, Ламыч, зря. Ему уже то ли 21, то ли 20. Почему зря? Если человек рад, то нормально, как бы. Чего сразу зря? Дети, цветы, жизни и вот это вот все. бедная самоходка, она сама виновата, что оказалась в этой ситуации. Это стандартная тактика, поймать ее на муве. Ну, как бы самоходки должны быть на большом расстоянии. Я поймал ее на расстоянии и казнил. Нормально. Ему 24 уже. Ну, видите, 24. Самое время жениться, заводить детей и так далее и тому подобное. Не производит Ламыч впечатление человека полностью довольного жизнью? Слушай, я тебе скажу честно, а кто производит? А кто в наше время производит впечатление вот такого человека, Лаизыч? Давай, давай, давай не будем друг друга обманывать. Никто не производит. Творына, ну, Творына, вот Творына исключение исправил. Ну, Кавайник меня сейчас убьет. Да, ну, ладно. Актеры из рекламы Йогурта, ну, разве что, разве что. Да не, понимаешь, Стэнсон, если бы Руслан сделал бы чатик тысяч за сто и украл бы восемь, ну, там, семь миллионов девятьсот тысяч, я бы сказал бы, что он молодца и все правильно сделал. Ну, ладно, по крайней мере, я бы, я бы, ничего бы не говорил бы. Окей. А с учетом того, что он просто все эти деньги, ну, прости господи, слил, то как-то тупо получается. Да не, опять же, если человек задел детей и, в общем, не сбежал от семьи, значит, он, скорее всего, знает, что делать. Не вижу ничего ужасного. Знаешь, Стэнсон, для того, чтобы понять, что там проблемы были с редакторским отделом, не надо было быть в редакторском отделе. Там, я не знаю, ни одного отдела на Пикаще, где не было бы проблем. Так что такое. Вот я, например, вот, пока сбывается прогноз моей бабушки, которая мне сказала, что я такой же козел, как дед, и очень поздно женюсь, и так далее, и тому подобное. А я-то думаю, что я вообще уже, наверное, не женюсь. Мне так кажется. Ну, может быть, и так сатай, но, в общем, ничто не мешает пользоваться резинками. Это, в общем, дар божий, который доступен практически всем. Да там везде, Стэнсон, были интриги, так что, ничего удивительного. Там была нездоровая атмосфера, если, ну, в коллективе нездоровая атмосфера, а человек, который должен сделать ее здоровой, делает ее еще более нездоровой, получаем то, что получаем. Ну, я бы вряд ли выбирал бы Лодос правую руку, потому что я бы выбрал бы Дакимакуру. Если я вдруг решу жениться, наверное, это будет Дакимакура, если к тому времени разрешат. Но я бы и на Дакимакуре не стал бы жениться, потому что вдруг мне понравится другая подушка. Не, я лучше всю жизнь буду в одиночестве, чтобы никому не портить жизнь. Нормально. Меня устраивает. Я за себя-то с трудом держу ответственность, а еще за кого-то я, видимо, не способен. Я себя счастливым сделать не могу. Как я могу сделать счастливым другого человека. Вот. А если я себя не могу сделать счастливым, две сучары стоят и ничего не делают. ну, ладно, в этот раз развел я его на 400 дамаги. Даже на 800 практически. Да ну, епарный театр! Там ИСУ стоит в ку... Ифи... Ой, как я люблю эту игру! ИСУ я даже не увидел. Обожаю. Ну, к слову, я бы порекомендовал заказывать резинки на Алиэкспресс, потому что там ты можешь купить за 400 рублей 100 резинок, а вот как бы... А у нас за 400 рублей ты можешь купить 3 резинки. Это круто, конечно. Я, честно говоря, не очень понимаю эту социальную политику государства. К слову, помню, что когда был Селигер какой-то очередной, там реально было обращение к президенту, чтобы он сделал резинки более доступными. Синг, куда ты денешь оставшиеся 50? Ну, там, наверное, их штук 70? Не знаю, выкину, наверное. Что мне с ними делать, Ника? Надувать шарики с водой или что? Ну, видимо, ничего не буду с ними делать. Я не люблю ни арту, ни ПТ. Ника, ты меня так подкалываешь легонько или что? Могу тебе отдать, если хочешь, если ты найдешь им способ воспользоваться. Ну, вот. Флакс, ну, такая очевидная шутка прям. Не знаю. Даже для тебя очевидная. Сделай светильник RGB-шный из резинок. У меня девятый этаж. Так. Я пытаюсь понять направление мысли. Девятый этаж и... на бомбочки с водой. Все, все, спасибо, флакс. Ну, то есть, она боится, что убьет кого-то такой бомбочкой с водой или что? Так что, Ник, тебе отдать-то резинки или не отдать? Мне они все равно не пригодятся. Вот. У меня начался заново двух-трехлетний цикл ненависти к женщинам, поэтому, как бы... Ну, как я люблю этот танчик. Может быть, разыграть их на стриме? Ну, правда, другой вопрос, а кому они здесь понадобятся-то? Почему последний, Ника? Ты невероятно горяча. Я бы рассказал бы еще что-нибудь, но это будет комплиментарно и не к месту, наверное. Так что как-то не вижу причин, чтобы ты никого не нашла. хорошая планка проскочила. Ну, в смысле, около средней прошло, поэтому я... Ой, там еще HTC надо отъехать. Что-то какая-то прохлада, Стэнсон, прохлада. Ну да, я когда, понимаете, я каждый день, когда вхожу в комнату, у меня они прямо на стеллаже лежат, эти 70 резинок, и я как-то чувствую себя слегка неловко. Блин, какой же... Я забыл, какой Скорпион клевый, ребята. Скорпион страшно накидывает. Чувствую себя лишним в их присутствии. Да, типа того, типа того. Так у меня еще проблема в том, что я, когда перестал ходить с утяжелителями из-за того, что потянул себе спину, ногу, еще там всякие моменты, у меня без утяжелителей вернулась либидо последние пару дней. Тоскливо так. Я думал, что я физическим трудом выжег его, а в итоге, в общем, нет. Все самое страшное всегда к тебе возвращается. Но ничего, скоро у меня допройдут проблемы с мышцами, и я смогу... Отличное попадание. Я смогу опять ходить в утяжелителях и успокоиться. Тик. У меня слабая надежда на то, что ТВП что-нибудь засветит, а я ему помогу. Но надо действовать онли по засвету. Потому что ХП у меня на смерть от кого угодно, кроме одной тыки от 1375. Может быть, в теории, одной тыки от Т26Е4. Те-то две тянки минимум одна не выдержит. спасибо, Ника, но я бы сказал так, мне нужна только одна тянка. Умерщвление плоти. Нет, спасибо. Что-то как-то радикально слишком, малоизыч. Парень разумно сыграл. Там только башня была видна и все. Ну, ждем, пока кто-то засветит. Субтитры Одна, которая сейчас на другом конце Питера Ну да, да Да он за домом, скорее всего, стоит Поэтому хрен мы его достанем Да Бывает, Стэнсон, бывает Я же не ксянок глупенький То есть я как бы Ну сливаться не хочу, ладно, уж пофиг Поздно ребята въехали в попытку Ну да, я бы все не достал бы Как я сказал, он за домом был Вот Я же, как это говорится-то Я старый глупый романтик А вот Если уж я влюбился, то это Всерьезно, долго и тяжко Что поделать Не повторите моих ошибок, ребята Смотрите сериал Люцифер И берите Берите пример с главного героя Видел ее стрим на чатурбейте А что ты делал на чатурбейте, Сатай Ты зашел туда чисто ради стрима Дизебры Слушай, а много и донатов кидают Я просто не особо хочу заходить и смотреть Но про донаты мне интересно Да не, просто знаете Вот Всегда после такого не хватает Самых простых вещей Вот Типа там Лежание в обнимку Обнимашек Или чего-нибудь подобного Ладно Дизебра была бы ничего Если бы не взяла похожую на алкоголичку Ну не знаю Когда она была молодая Я бы не сказал, что она выглядела как алкоголичка Не буду говорить, чего именно Ну Ну Снимается человек на чатурбейте Какое дело Ребята, вы это воспринимаете Это как-то как Вы так воспринимаете Только потому, что Вы ее видели В обычном стримобразе А на деле В этом ничего ужасного нету Ну Стримит Стримит бывшая стримерша Теперь на чатурбейте Видимо Это намного выгоднее Я бы Ее Критиковать за это не могу Я бы Конечно Так бы не сделала Но Я в этом ничего ужасного И не вижу Типа Ей нравится Это приносит деньги Да и Флаг в руки Как бы А вроде она изначально Ну тогда вообще какие вопросы Если она изначально Чатурбейт стримерша Я вот честно Понять не могу В чем вообще проблема Тогда Мне вот этого Интересная история Только с коммерческой Точкой зрения Я как доктор Манхэттен Ребята Я не Я не Упрек Я не Осуждаю Я не Я понимаю Как говорил Доктор Манхэттен Мех Жаль что меня засветили Да я не знаю Стэнсон Ну как бы Кому-то может нравиться Кому-то может не нравиться Кому-то там еще Какая разница Ну Ну Засовывает себе Человек за деньги Что-то куда-то Ну как бы Я в этом вообще Ничего не вижу Я видимо Видимо Слишком прогрессивных Взглядов У меня К дизебре Отрицательное Отношение Но по другим Причинам С учетом того Что на твиче С тянками Сейчас там Локальные бунты Вот и обсуждают Ну Меня Другие вещи Смущают Типа Например На твиче Кстати же Ну некоторые Стриммерши Я кстати Слышал что Портхаб же Тоже там Открыл свою Площадку Со всякими Такими Штуками Так вот Некоторые Стримерши С твича Вроде как Переехали На там Сервис Порнхаб И как бы Флаком В руки Вот Меня Смущает Наверное Другое Я вот Смотрю Например Была такая Ну и есть До сих пор Группа Секси Герлз Гик Косплей И раньше Там было Много Годноты А последние Года Полтора-два Когда Группа Разрослась Ради Интереса Я сейчас Скажу Сколько В ней Людей Чтобы Не Обмануть Ее Найти Теперь Надо Так В ней Уже Уже 143 Тысячи Подписчиков А вот А я помню Когда у них Еще было Тысяч По-моему Двадцать Или около Того А вот У них Там Чуть ли Каждый Второй Пост Ну Проплачен Теперь От Русских Косплеерш Где Там Обязательно Ссылка На их Группу И Все Русские Косплеерши Ну что Они Косплеят Они Сяд В труселях Да Вливчиках И Как Мне Интересно Сколько За Это Платят Но Группа Скатилась Такое Говнище Что Слов Нет Серьезно Я Не Видел Этот Видосик Ничего Себе Ну Скажем Так По Некоторым Стримершам Такое Может Создаться Впечатление Но Я Не Думаю Что Почти Все Я Думаю Что Стримерши Так И Так Зарабатывают Вполне Достаточно А Ну Это Да Это Неприятно Обломов Берет 10к Рублей За Один Пост Ну Я Сказал Что Это Еще Вполне По Божески Мне Брат Кажется Что Его Аудитория Ютуб Канала Конечно Больше Чем АВК Аудитория Но 10к За Пост Это Ну По Божески Да Ничего Плохого Не Вижу Обидно Ну да Мэдисон Еще и Патролировать Любит Не Ну Я Скажем так Про Одну Зарубежную Стримершу Действительно Слышал Почти Из первых Рук Про То Что Она Ну Скажем Так Чтобы Стать Популярной Действительно Спала С Другими Стримерами Чтобы Они Ее Пиарили Проводили С ней Совместная Трансляция И так Далее Это Очень Специфический Способ Но Я Действительно Слышал От Человека Которому Я доверяю А вот Но Как Я Не думаю Что Это Настолько Массово Хорошо Оторвал А Да Насчет Стемерши Которая Торгует Бельем Я Слышал Да Торгует Ну, нормально, в принципе Изейшее Только я умру, конечно, но Хотя бы этого паренька добрали Можно попробовать помансовать Башенкой в упор Да, садись, получилось Да, я это делаю лучше, чем он Хе-хе-хе Ну, чел, ты не очень опытный Ай, ему повезло Должен был добирать сейчас Вот сейчас я не... По идее, он еще один выстрел должен успевать дать Поэтому надо мансовать Да, видите, я ему в ствол попал Ах, блин, обидно Ладно, надо было не... Ну, если он слил бы этот бой Команда бездарей 5 плюс человек, которые охотятся на стримерши После донатов спят с ними Причем они уже всех топов отымели Теперь берут девочек С 20-ю, 100 людьми на трансляции Им это как спорт Ничего себе Ну, я бы сказал, что Довольно специфическая концепция Не, ну ладно, опять же Я не удивлен в существовании таких людей Я как бы... Я вообще не удивлен Просто То, что это докатило из доостримов Это довольно забавно Вот Я вообще не удивлен Кому-то весело кидать бабки так Мне не за что осуждать Ну, есть люди, которые дофига донатят тянкам И при этом не спят с ними Мне до сих пор вспоминается История Веда и Холли Вот Хотя, кто знает Я, конечно, не могу утверждать наверняка Вот Не знаю Я как-то с Дарк Импом за 30к донатов На стрим не думала спать Какие же там суммы тогда Ну, ты светлое и невинное дитя Не все такие Может быть и так, Флакс Может быть и так Я, в принципе, не удивлюсь, что Ну, не, ну, понимаешь Есть действительно парни-стримеры Смазливые Которым действительно подкатывают тянки Я даже знаю ни одного такого стримера Так что, как бы Тут вопрос У кого какая чистоплотность? Вот Мне просто интересно, как это происходит Парень кидает 50 тысяч и говорит Го трахце? А? 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 Или как это происходит? Ну, еще мне это кажется как-то Ну, не, ну, у них, наверное, есть какие-то отработанные техники Просто как-то интересно, насколько это эффективно А, ну, понятно, Бобби Я даже представляю Вот Вет такой кидает 100К А Холли говорит Давай встретимся, пообщаемся Такая Не, я не хочу Ну, я же кинул 100К Ну, ок, ну, пока Давай Не, ну, я шучу, понятное дело И смешно И грустно И смех, и грех Вот, точно И смех, и грех Лан же Холли тоже донатил Лан вообще много кому донатил Но он вроде живет в каком-то таком месте Где, видимо, доступ до тянок не очень удобный Ай Там Прямо Целая бригада уже стоит Че-то никто не ехал И я думал Да, ладно Это уже пофиг Вот если бы не 44-ка снизу Я бы сейчас льва казнил бы Ну, ладно 44-ка помешала Холли сняли в плейбой? Не Я видел, что у нее вроде была сессия В журнале Максим Если мне не изменяет память Проблема просто в том, что С ее данными Ну, как бы Обычно Журнал Максим Он завязан на одном типе девушек А Холли под этот тип девушек На мой взгляд Не совсем подходит То есть Когда я видел ее фотосессию В журнале Максим Ну, как бы Это выглядело Неловко Вот Самое хорошее слово Неловко В смысле Она видно, что она и на фото зажата И И в целом Все подобрано плохо Ну, как бы Неформатный человек Для Такого А вдруг Кто-то загадочный Нет Не вет Я был Я был тогда на стримфесте Когда Тот мужика Звал Холли Замуж Вот Это было, кстати, дико неловко Мне Я прям пожалел Холли В тот момент Мне кажется, что Звать замуж Надо как-то в более Интимной обстановке Это было кринжово Да 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 Ну, то есть Это выглядело как Пародия на вот эти Американские Фильмы Где вот Зовут замуж И так далее И тому подобное А я помню Был вирусный видос Где Парень позвал Кянку замуж Она Избила его букетом И отказала Так что, как бы Просто это Ставить девушку В неудобное положение У меня, скажем так Относительно Недавно был период Когда я размышлял На эту тему Вот Я думаю, что При всех Звать замуж Это, ну, предельно Неправильно По отношению К девушке Вот Это стоит делать Но только если уж Ну, ты придумал Что-то, во-первых Дико необычное И по-настоящему Оригинальное Крутое И при этом Ты на 300% Уверен В В ответе В любом другом Случае Это Просто тупо И непорядочно Даже В какой-то мере Вот там был Как раз тот момент Когда делать Так не стоит Вот я прямо Видел, как Холли хотела Ну, не знаю По ней читалось Что она не готова Говорить Да Прямо сейчас Вот у нее На лице было Написано И по-моему Это видели все Вот что Самое неловкое Во всей этой ситуации По-моему Все люди Видели, что Холли не хочет Говорить Оставить Девушку В такое положение Это как бы Понимаете Это как бы И ты себе Свинью Подложил И ей Свинью Подложил Ну вот Ну да 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 Бобби Это Это неправильно Вот для меня Эталоном Романтики Считается Джим Из сериала Офис Вот Если кто поймет Вот там Человек как раз Как-то умеет Такие моменты Понимать Я думал Тому мужику В маске Уроршиха Было лет 20 максимум Ну да Я конечно Выглядит он Не молодо Скажу честно Вот Вообще Конечно Когда человек В маске Уроршиха Делает предложение Это весьма И весьма Иронично Вам не кажется? Я буду в Париже К середине Июня Это такой Сейчас Троллинг Или что? Победа Ника тонко намекает Или мне показалось? Мне кажется Ника очень тонко Троллит Вот Не Ника Использует Свою Лицензию На путешествия По полной Вот Ну ладно Ребята Что там Тогда Надо довести Троллинг До терминальной Стадии Надо Вынудить Ее Сдонатить Мне еще Несколько Тысяч И на деньги Которые Она мне Сдонатила Приехать Во Францию Вот это Было бы Прямо Высший Высший Класс Тролиссима Вот Было Было Иронично С ног до головы К слову Ребятки Напоминаю Что на стриме Доступен Заказ Музыки А вот И Минут через Тридцать Сорок Будет Дота Ауто Чес А она Не сможет Так как Денег Не хватит Да Это было бы Еще ироничнее Загран Сделай Алло Смотри Это Ты уже Прямым Билеты На руках Но не у тебя На руках Или ты уже И на меня Купила Мне надо Там найти Какую-то Работу На этом На На расстоянии Ой Спасибо Скотч Господи Скотч Ты знаешь О чем Это Говорит Я Наконец-то Спустя Блин Я даже Не знаю Сколько Я сейчас Я сейчас Скажу Чтобы не соврать Сейчас Секунду Ребята Я Впервые Наверное За полгода Смогу Вывести Деньги С Гудгейма Спасибо тебе Дорогой А стримить Из Парижа У меня нету Ноута Как я буду Стримить У нее Убираться И готовить Но если Убираться То я могу Посоветовать Конечно Карри Но я не уверен Что он умеет Готовить Карри Как я помню Большой любитель Убираться Утянок Ну я просто У меня так давно Висела сумма Которой Немножко Не хватало Для вывода Денег С ГГ Я такой Сидел Типа Так понятно Тешит За танк КВ-3 О Гусля Урон Хорошо Я кстати Помню Какой классный Танк Т-34-1 Хорошо Поймал На муве КВ-3 Очень плохо Сыграл Поехали Есть комета Это наш Кандидат Вот Эту Бандуру Я не знаю Она как-то Пока Пробивается Погано Жаль Без гусли Ой Мне так вспоминается Мой легендарный Бой на кометах Ребята Ладно Начинаем Начинаем Дуплить Ну я Под корпусом Нормально Пробивается Там Да У него Вот это Массень Или что Это Она пробивается Очень легко Блин Спасибо парню Что Протолкнул Хорошо Хоть никого Не угрохал А я Стримлапсом Бросил Заниматься Потому что У него какая-то Комиссия Была Совершенно Ублюдочная А там Была Только Нормальная Комиссия На Пейпале Поэтому Я как бы Сижу На Донейшн Алерте Пержу Тихонько И мне Мне нормально Доклятый Конвей Однако Да На Украине Не работает Часто Ну я Слава богу Не А В смысле Донейшн Я понял Да Слушай Не знал о таком Ну у меня Типа Привязано Но я Как-то Бросил Этим Заниматься Все равно Как-то Стримлапс Немножко Не мое А вот У меня была Какая-то Мысль Что-то Рассказать И я Она Вылетела У меня Из головы А Все Вспомнил Ща Подарите Ребята Давайте Вот Есть Немножко Времени Ребята Ща Подожди Я сейчас Найду У меня Есть Просто Ностальгический Видос На который Я люблю Поглядывать Слушай Не против Если мы Немножко Времени Уделим Ностальгии Пацаны С тех Времен Когда я Был Киберкотлетой Давайте Немножко Немножко Ностальгии Капельку Просто Один Момент Посмотрим Давайте Сейчас Остальгий Остальгий Продолжение следует... 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 Ну, окей, возьму Неких проблем Проблема в том, что Маус говно А у Е100 у меня пока нету топовой пушки Поэтому я пострадаю на Маусе Ну не то, что Маус говно Проблема в том, что на 9 из 10 карт мыша не работает Потому что 9 из 10 карт это всякие малиновки Там еще что-нибудь такое Где применить этот гроб на колесах крайне трудно Люблю Мауса Глубоко его уважаю Но в реалиях игры он не очень Это суровая правда Ну это, конечно, все-таки Это такое, знаете, теплое воспоминание В целом я, конечно, презираю Танковый киберспорт и всех, кто его делал Я бы плюнул в лицо 9 из 10 людям Которые устраивали соревнования И не только Но Хорошие моменты там все-таки были Даже несмотря на то, что ВГ все делал для того, чтобы в танковом киберспорте Не было хороших моментов Вот Набрали людей по объявлению с улицы И развалили все, что можно было развалить Вот Вот паскуда Ладно Правда, по засветику Шпортотип удали немножко Типарь очень пассивный Ему бы светить сбоку Он вообще сбоку может спокойно заехать И терроризировать весь фланг А он вместо этого стоит И как бы Давайте намекнем ему Я вот на этом танчике вообще должен стоять в крысу и ждать Но проблема просто в том, что бой складывается так Что здесь не постоишь и не половишь Потому что оппоненты стоят и дефаются И как бы Приходится ехать, чтобы искать дамаг И даже при этом я его Не особо нахожу Я отъехал от него Он поторопился еще Плохо сыграл Я видел, что он стреляет Но решил остаться на месте Потому что мне на глаз показалось, что он кидает неправильно Ну, я оказался прав Такой приятный был баланс в этом бою А я ничего не накидал Эх, не успел Ладно Ладно Буратинку убьют Не мое это дело Да ну Блин Ладно Повезло тебе пирожок Жаль Он так башню не вовремя развернул Ну, хоть дамаг полетел под конец Ладно, его уже заберут Есть смысл поехать за Львом Не, не за Львом Там был 53 ТР Вот это обидно, конечно Ну, еще какая-то крепкая бандура Ну, за счет починенного мехвода И игры на спуске Я выжил Удивительно Так-так-так-так-так-так Жаль, что не пробил Да, сучий принц Ладно Я что, думал, он не на меня смотрит Ой Жалко, что не пробил этого Т26Е4 Сколько у меня там? Сколько? 64 тысячи надо, чтобы взять топовую пушку на Е100, да? Сейчас я проверю Ну, на тебе был нормальный бой хотя бы Так 65 даже Ну, короче, та Мауса, ребята Да, это та Маус У меня тут киберспортивная Ну, ладно, не кибер Кибер-твичовская раскраска модная Вот Сейчас посмотрим Люблю Маус Это прямо олицетворение немецкой мощи Еще бы когда-нибудь докачаться до Е50М было бы классно К слову, не самая поганая карта для мыши В смысле, поганая Но, в принципе, играть можно Для Мауса есть только одна идеальная карта Вот прямо идеальная Это Химмельсдорф Еще есть две полуидеальных Это Руинберг и Энск В Химмельсдорфе просто нету уж совсем туннельных боев обычно Хотя, как ни странно, карта вроде на этом и построена Люблю Химки за то, что там Переезд между линиями выполнен более-менее достойно Кроме разве что горки Которую все равно пофиксили немного Ну, взвод как взвод Мне 50Б не очень нравится как танк Хэвик вроде ничего Минус просто, что в целом это взвод А взводные обычно, если не конченые идиоты Что-то умеют Ну, этот взводный меня уже разочаровывает Дамаг он мне подарил абсолютно на ровном месте за нифига Мог бы и не давать его У нас, что он продолжает дарить людям дамаг Можно только похвалить его за За его мужественную работу Ладно Маус слишком высок Жаль Ну, а ты не в меня выстроил? Не, в меня В меня Не пробил Мне казалось, я в лючок попаду Но, как бы, ладно Да ну что у тебя с люком-то, лол Какой же Маус говно, а? Это я еще и голдой стреляю, вы понимаете? Да, ну и говнище Не, я, конечно, понимаю, что Маус говно в нынешних реалиях Но что-то как-то Ну, хотя бы в корпус пробивается Вот, ребята, к разговору о броне на Маусе Вот Меня, по-моему, все, кто мог прошить Прошили Да ну лол Вот, ребята, объясни Куда он пробивает? Вот Под такими углами Ну, это смешно просто Вот Не покупайте Маус Он говно в нынешних реалиях Просто говно Когда просто каждый выстрел тебя пробивает Это смешно Я понимаю, что он на аккумулятах голдовых Но Это не оправдание тому, что Каждый выстрел тебя шьет Он мне даже маску орудия пробил Лол Не знаю Когда у Мауса пробивается маска Это совсем забавно Даже аккумулятами Поэтому вот Седьмой исик целенький Ничего как бы Не огребает Такое ощущение, что Маусу опять щеки сделали тоньше Я, конечно, не уверен Но Такое ощущение Меня не покидает Что ему немного Убрали жирка щек И щеки опять превратились В какую-то хрень Еще и сюда зашел Да, нормально Угадай, куда не зашел Дэмэдж у Мауса А я помню, что в свое время Была, по-моему Ну, короче, ошибка в модели Но это было совсем давно И у Мауса была точка В которую мог пробить Даже Т-1 То есть даже Первоуровневый танк Мог запихать Ее потом Пофиксили И заделали Но случай показательный Но в целом Как бы у разработчиков Всегда была такая Некая Небольшая Ненависть К любой технике Кроме советской Вот Как говорится Немцефилы должны соснуть Вот Судя по всему И пока так и выходит Я не думал Что Маус Настолько легко пробивается При том, что я Вроде делал Канонический ромб И старался двигаться Когда был не на гусле И при этом Мне запихали Во все места Еще вот эта дурная Штучка Оказывается Тоже пробивается Судя по дырке По следу Хотя по идее Туда дамаг не должен Вообще заходить Но как бы Игре не очень важно Где что Должно заходить Или не заходить Грустный Маус Грустный Что-то даже После сегодняшней катки Мне японец Понравился В разы больше Мне странно То что японцы Откровенно Понерфили Здесь конечно Был 12 уровень Боя Который Не очень приятный Но Опять же Маус Не очень Тоскливо Давайте еще раз Хэвика Выгуляем Хэвик Мне Пока что Ой Химмельсдорф Но правда Химмельсдорф С десятками С кучей Жопных ПТ В общем Такое Здесь Теперь как бы Японец Не будет так Еще со стороны Карты Не повезло Для игры От Ну короче На игре В банане Приятнее Играть На той стороне Там больше Функций Ну ладно Там другая Дырка Скотч Не такая Как эта Такую Дырку Рисует Именно Когда проходит Дамаг Я поэтому Так и удивился Что В то место Не должна Была Заходить Именно Дамажная Штука Эх У меня Слишком Долгое КД Чтобы Устраивать Фортеля На пол Карты Точнее Даже На всю Карту Ну С нами Бадгер Едет Такая Мразотная Техника Конечно Но мне На японц Пофиг Я как бы Вижу Силуэт Не вижу Препятствий Видишь Любой Кончик Танка Пихай Туда Побыстрее Побольше Я могу Смело Заниматься Пиксель Прости Господи Ну Спасибо Еб твою мать За ногу Немцу Который Своими Вонючими Ушами Не только Не дал Мне Кинуть На стол Над борта Встал Молодец Ну Нерф Виден Сразу До Целых 66 Дамаги Вот Ребята К разговору Об изменениях Японца Вот Как бы Так 66 Дамаги С фугаса Это Просто Сказка Какая-то Ну Хорошо Занерфили Японщину Теперь Она работает Только Против Лоу Левелов Японец Как бы И до Этого Был Очевидным Танком Для Фана Теперь Это Очевидный Танк Помойка Только При Очень Большой Удаче Можно Показывать Что-то Годное Это Не Раньше Ты Кидаешь В Пиксель И Всегда Носишь Минимум 300 А Того И 400 Бывает И 500 Когда Никто Не Играет Гусле С тобой Эти Эти Времена Кончились Теперь Ты Урон Не Наносишь Не Знаю Зачем Надо Было Убирать Танк Который Ну Чисто По Фану Сделан Ну Едьте Вперед Что Вы Стоите Семерку Сейчас Надо Пытаться Забить Ногами Пока Нас Много Она Одна 300 Ну Ладно 277 Ну Тип Смешно Смешно Еще По какой-то Иронии Судьбы Парень Захотел Выстрелить Именно В меня Я Уж Не Знаю Почему Два Выстрела 340 Дамаги Ребята Вот Она Новая Япония Вместо Самураев У нас Аниме Че не бояться Хэвика О Еще Еще Боеуклад Как бы Не успел Ладно Зря Выстрелил Клятые Гайдины Испортили Японские Танки Я конечно Понимаю Что Японец Был Нарисован Только На Салфетке Грязной Но Все Обидно Ну Слышь Что Японец Нельзя Назвать Каноническим По духу Игры Танком Так Ребятки Зайдите В спину Заберите Грили И фв Будьте Так Добры В бачину 366 В ст Ну Как бы Прикольно Да Спасибо Игра 366 Бач Это То О чем Я мечтал Всю Свою Танковую Жизнь Это Зря Пирожок Это Зря Очевидно Что ФВ Кроет Фланг А он Зачем То Выехал Неразумный Неразумный Парень Но По идее С той стороны Кранваген И объект Должны Дожимать Ладно Играй от Борта Я буду Ой Ну 336 Это Лучше Чем Ничего В этом Случае Я не буду Гнать На урон Я скажу Ну Ладно 235 В бочину Серьезно 235 В бочину Ты меня Разыгрываешь Что ли Это Шутка Какая-то Ты думаешь Я с вами Шутки Шучу 235 В бочину Ну Етить Просто Это Смешно Это Просто Смешно Не знаю За 235 В бочину Я даже Не знаю Че сказать Хотя бы Кранвагна Добрал Ну Извини О Молодец Ребята Реально Японцы Что-то Прям Нерфанули Так Что Сука Продавай Его Не Ну Просто Смешно Выглядит Как бы Два Выстрела Два Выстрела В боковину СТ И типа 400 Или там 300 И 200 Ну Это Как бы Ну Это Смешно Просто Да нет Для коллекции Я его Оставлю Просто Неужели Надо было Превращать Танк В настолько Нелепое Говно Это Это Прямо Это реально Нелепо Когда ты Даешь 200 Дамаги В бочину СТ Это Просто Нелепо Я думал Что я Сейчас Доберу Просто СТ В бочину А Вместо Этого Как бы Нет В жопу Пошел И все На удаление Ну слушай Удаление Зубов Мудрости Это не очень Дешевое А еще Это очень Неприятно Ты как то Будешь По очереди Их удалять Или как Или По Хардкору Все Четыре Сразу Чтобы Было Совсем Весело Интересно Можно Истечь Кровью От Вырывания Зубов Наверное Можно Вот у меня Когда Раскрашился Зуб Мудрости Верхний Левый Выдергивали Мне его Весьма Специфически Не Самые Приятные Воспоминания Которые Были У меня В жизни Хотя Самое Смешное Что Вырвали Мне Идеально Легко С первого Раза Но Вот Обезболивающего Мне было Так Плохо Это Самое Смешное У меня Дырка В то место Куда Кололи Обезболивающее Потом Болела Наверное Дня Два Или Три Так Я На Госпитализацию В больницу Воу Сочувствую Тебе И Два Раз Два За Раз Неприятно Конечно Че Скать Зубы Вообще Дорогие Неприятные Вот Во всех Отношениях Че-то Я не знаю Что Госпитализируют За Зубы Мудрости В первый раз Такое Слышу Как говорится Пасть порву Моргал и Выколю Вот Или около Того Ой Ребятки А Ливерпули С Барселоны Играет Завтра же А правильно Помню Эх Че-то Я конечно Не верю В Ливерпуль Вот Остается Надеяться Только На Аякс А ты В частной Клинике Воровал Нет Не в частной В государственный Ну Зубы Сейчас почти везде Очень дорого Лечится Мне на самом деле Надо скобки Поставить Самому Потому что У меня Весьма редкая И специфическая Проблема С зубами У меня Слишком Прямой Прикус Такое Бывает Ребята Это Это Значит Что У меня Как бы Из-за Слишком Прямого Прикуса У меня Верхние Зубы Стираются Быстрее Чем Нижние Это Как бы Крайне Крайне Редкая Ситуация Вот Ливер проиграет Там Салах И Фермина Не играют Плюс Максим Нищу Сыграют Но По голам Проиграют Но Во-первых Я не думаю Что сила Ливерпуля Только в Салахе И только Фермина Во-вторых Ничто Не мешает Кулопу Наврать В интервью Перед матчем А вот Так что Это Первая Момент Во-вторых Ну У Ливера Будет Такая Мотивация Что я В них Принципе Я верю Что они Вполне Могут Побороться Давай так Это назовем Ливер Вполне Может Попортить Крови Барселоне Мало ли Там Месси Сразу Выйдет И подвернет Ногу На первой Минуте Его унесут Да Вполне Допуск Сучий Ты Молодец Парень Прикрывает Просто Как Батя Спасибо Тебе Ублюдка Два Стоят И ничего Не делают Не могу Играть Уже Сегодня В танке Давайте Последний Бой На Тепаре И в Жопу Это Говно У Ливера Никакой Борьбы С Манчестер Сити За первое Место Нету Сити Чемпион Я Это Тебе Говорю С Вероятностью Процентов Там В 200 Ливер Я думаю И сам Ну как бы Ну ладно Есть надежда Что Сегодня Последний Шанс Но я думаю Если сегодня Сити Выиграет То Как бы Можно Уже Махать Рукой Там Просто Нечему Уже Останавливать Но я думаю Дома Сити Без проблем Справится С Лестером Вот Вот Они Сегодня Сыграют О Ребята Новость Прокурор Попросила Приговорить Кокорина К Одному Году И шести Месяцам Колонии Мамаева К одному Году И пяти Месяцам Ничего Себе Таким образом Если судья Согласится С требованием Прокурора Подсудимым Придется Привезти В колонии Еще Примерно По полгода Учитывая То Сколько Они Времени Привели В СИЗО В ничью Сыграют Скейн Да Че Скринить Я думаю Ливер Победит Но Не Пройдет Дальше Да Что-то Я конечно Не припоминаю Чтобы за Пьяные Драки Давали Полтора Года Колонии Но Наверное Я никогда Так много Не пил И никогда Так много Не дрался Можно Только Позавидовать Здоровью Силий И упорству Российских Спортсменов Хотя Конечно Все равно Весь процесс Оказался Цирком Шапито Сочувствую тебе Муадиб Такие моменты Всегда Бесят Ты просто Никогда Не бил Депутата Это точно Ну просто Они Не шарят В том Что как бы Обычный Человек Никого Не может Бить Футболист Может бить Обычного Человека Депутат Может бить Футболиста Вот ФСБшник Может бить Депутата Вот Путин Может бить Всех Но я Не уверен Но мне Просто Кажется Что если Ты приходишь В кофеманию Восемь утра Как бы Надо Понимать В кофеманию Восемь утра Перед Кремлем Скорее всего Обычных людей Там немного Там Скорее всего Довольно Много Людей Которых Бить Наверное Не стоит Ну а Пак Оказался Конечно Максимально Злопамятным Максимально Злопамятным Спасибо Что не взрыв Боеуклад Конечно Отлично Попадал О Нормально Асистики Су-100М Там Накидают Чтоб он Отъехал Ну и Неплохо Долго думал Я Обнаружил Сорок Четверку Ничего Се Спасибо тебе Сорок Четверка За Ассисты Так Ребята Объясните Мне Почему Я Голдой Не пробиваю Сорок Четверку Ладно Ребята Еще я Голдой Никого Не пробиваю А где Наша Так Ну ладно Я жив Вроде И даже Тысячу Затанчил Фантастика Ты слаб Видимо Да У тебя Комп Новый Приоторвальдс Что ты Решил Да Да Вроде Последние Несколько Лет Один И тот же О О О Ой Догорит Ой Догорит Родной Молодца Хорошо Получилось Пока ЛТГ Ну в целом Шацкий Тебе Надо быть Осторожным У нас Горят За оскорбление Власти Теперь Посадить Могут Все депутаты У нас Теперь Как бы Их можно Ненавидеть Только Молча Короче Нарабатываем На воина Потихоньку Вой Воина Воина Как говорят Всякие Мудрецы Как известно В любой Непонятной Ситуации Надо Попрошенничать Воина А по ФПСу В танках Да не Я видюху Менял Когда-то Давным Давно Но ты Видимо В те Моменты Меня Не смотрел Я смотрю Тут уже Половина Людей Имеет Родственников ФСБшников Ничего себе Ну Стэнсон Вот Недавно Один Человек Написал В соцсети Про сказочного То И к нему Пришли Так что Как бы Я бы Скорее Сказал Что Репрессии Слишком Выборочно Вот Не Я не достаю Пойдем За Чериотером Так Нормально Там еще Три танка Хватает На килл Хватает Так Ну Как бы Какая Разница Слушай Стэнсон В любом Случай Понимаешь Я думаю Что Как только Кому Нибудь Приспичат Лычки Новые Можно Попасть Под Раздачу В этом Как бы И Минус И Галда М12 Не пробивает Вы понимаете Да У меня Какой-то Супер Стрик Не пробит И Сегодня Сараза Ну Короче Воины Не завезли Ребята Воины Не завезли А что За ведюха И проц Да Проц Древний 4770 К А Ведюха Этот Полит 1070 Вот Не дешевая Конечно Удовольствия Ладно Нормальный Бой 2900 Накинул Даже Что-то Посветил Супер Стрим Не пробитие Только у тебя Сейчас У тебя Ружение Да Госфи Какой ты Веселый Стенцем Прямо Жизнеутверждающий Веселый Молодой Человек Нормальный Бой В кои-то Веке Так Ладно Давайте Я Во-первых Закончу Запись Стрима Стрима